И отметили, что может быть фиксация в направлении флексии, когда голова несколько занимает экстензионное положение, да, и при исследовании вы получаете ограничение движения. Мы с вами определили, что можно посмотреть ляторофлексию, только обязательно выполнив окклюзию, да, то есть ротация до движения, которое будет с 0x1 определяться здесь, и посмотрели ляторофлексию в одну сторону, ляторофлексию в другую сторону. Ну, мы с вами определили и экстензию, когда голова несколько исходно находится в флексионном положении, фиксируете указательный пальчик, на указательный пальчик выполняете ротацию головы, и из положения ротации смотрите уже экстензию с одной стороны и с другой стороны, да. И сказали, что в положении сидя определяется проблема в ротации ценности 1, когда вы стоите здесь, пальчик на нижнюю челюсть здесь ставите, так, пальчик на поперечный отросток, и смотрите, как пружиняется с одной стороны и, соответственно, в другую сторону. И разобрали техники мобилизации. Они являются продолжением вашего исследования пассивного движения, или практически мы делаем суставную группу, потому что мы выбираем, что здесь движение. И разобрали с вами переход, да, переход шейный, мой переход, разобрали технику ротации, так, технику ротации и ляторофлексия. Я хотел вам быстренько их показать, напомнить вам. И тогда у нас останется с вами середина шеи, которую мы должны тоже понимать. Значит, здесь главные два движения в середине шеи. Это ляторофлексия и ротация. И эти, то есть, проблемы и ограничения возникают в этих направлениях, и, соответственно, вы должны знать техники, которые позволят вам устранить фиксацию. Манипуляцию реже применяем, реже хотя, не отказываемся от нее, реже, поскольку, ну, вы понимаете, шея есть шея, и уже больше не надо ничего говорить, да, больше ничего не надо говорить. Итак, я вам напомню, пожалуйста, кому мы жалко своей головой. Ну, хорошо, вы там сидите. Сами, да? Итак, ротация, мы с вами говорили, цинольца 1. Это фиксируйте указательным пальчиком поперечный отросток, поперечный отросток, и, соответственно, доводите до барьера и смотрите пружинение. Здесь хорошо. Своим туловищем сохраняете вертикальное положение головы в этом направлении. Здесь у меня имеется блок, очень четкая фиксация, имеются проблемы. Поэтому из этого положения, где вы нашли проблемы, выполняется нобилизация. Облегченный вариант какой, Борис? Глазами. Глазами. Какой облегченный? Глазами вверх. Облегченный вверх вариант, да? Это вверх, до, глубокий, до, так, расслабиться, вниз и выдох. И вы аккуратненько, медленно, спокойно, коррекируете голову. Более мощное воздействие, да? Теперь глазами поверните, соответственно, у вас ограничение движения влево, противоположно, вправо посмотрите. Посмотрите взор вправо, вдох. Вдох, задержал дыхание. Вот, напряжение чувствуете здесь, расслабился. Влево посмотрите и выдох. И аккуратненько смещаете голову в этом направлении. Так повторяйте несколько раз, пока, вот уже мы сделали два раза, уже улучшилось, чуть-чуть остается. Вспомнили? Флексия, пожалуйста, укладывайте. Флексия, рука вот таким образом будет находиться, да? Вы попадаете на второй, поджимаете, это будет всегда первый, да? Никаких других фокусов, не надо искать сразу, вот что-то, так, это самое. Всегда будете на второй себя проверить, можете всегда выстоящий отросток, он выпадает вам под пальчиком. Ясно? Ну, а как определять еще, мы с вами делали, да? На первом вы сегменте, на втором, вы смещаетесь так и вращаете голову. Так она болтается, потому что в С1, С2 самое максимальное движение, да? А если поджали, то с каждым вашим движением идет голова, потому что там совсем немного градусов, и это незаметно. 4-5. Так, пожалуйста. Флексия. Итак, вилочка из первого, который попадает на второй, поджали первой. Теперь просите привести подбородчик. Полудуга на ваши пальчики явно выводится. Ставите таким образом вилку, чтобы предплечье выходило на уровень сустава, чтобы вы голову по отношению к первому позвонку, от вас все сместили до барьера, и смотрите, здесь имеется проблема. Так, из этого же положения выполняете мобилизацию. Итак, вдох, вдох глубокий, так, задержал дыхание, расслабился, и наверх. Точно так же, да, аккуратненько, не торопитесь и смещаете полу. Для торопления. Укладывайте свои руки таким образом, чтобы вилка из первого-второго пальца находилась на черепе, но всегда выше, чем поперечный отросток. Помните, да, угол нижней челюсти и сосцевидная отростка. Вот. Все, теперь в одну сторону провели исследование. Сместили до барьера, посмещали. Другую сторону. Здесь имеется тоже легкое ограничение. Нашли ограничения вполне. Дома уголки. Расслабился. И вилка. И вилка. Вилка, посмещай голову. Аккулятора. Вверх. Несколько раз. Экстензия. Опять же, точно так же вилочка, но всегда ротируйте голову на указательный палец. На указательный палец. Так. До ощущения двигательной волны. Вы должны вывести цигнюю. О, движение подошло. Теперь в экстензию и смотри, пружинею. Здесь много получится. Меняю руку. Опять, на указательный палец. Да? Как голову вращать? Так, так, ну явно. Сам его увидел, видите, удобно очень. Да, ощущение движения в экстензию здесь благополучно. Если нашли проблему, взор перед собой, и было закрыто до барьеров, до глубоких. Дом напрягается. Можно сесть, пожалуйста, в этой технике. Стол низкий. Расслабиться. И вывернули. Добавляйте аккуратненько, смещайте волосы. Не спешите. Несколько раз. Три-пять раз хватает. В сравнении. Проблемы, если это функциональный блок, они какие-то серьезно на мате. Дела там. Синестузы и прочее, прочее. Ясно? Вспомнили головные? Все. Вот четыре техники. Никаких манипуляций. Здесь уж точно вообще на них нет. Топаться. Среди манипуляций. Среди струна более низких. Так, теперь для перехода мы с вами говорили, пожалуйста, вставайте. Шейно-грудно у другого перехода. Итак, активные движения с пальпацией очень важно. Определяйте ротацию. Ставите на, соответственно, C7 или, может, TH1. То есть, в зависимости, какие задачи решаете. Но часто мы смотрим C7 по отношению к TH1. Итак, вправо поверните голову. Как ударяет от кисты от росточек при смещении головы вправо на ваш пальчик в одну сторону. И смотрите, как голова повернулась на какой угол. Так, в другую сторону. Так, явно, что в левую сторону получше. Обстановите, вправо поверните. Ограничено движение, да? И здесь хуже я испытываю проблемы. Теперь я спускаюсь, ставлю на первый, да? Первый. Захватываю таким образом голову, чтобы она была вертикальна более-менее. Но можете чуть-чуть легенькую сделать флексию, чтобы дуга подошла в этом направлении. И с тракционным компонентом доходите до барьера, да? Итак, зафиксировал. Сюда была проблема. Не шел выше расположенный остистый отросток. Дайте мне ручечку. При исследовании вы не получали удара остистого отросточка в этом направлении. Он не шел, не было удара. Он мог стоять нейтрально, да? Он мог стоять нейтрально, как и этот позвонок. Так, исходно. Может быть такая проблема? Нейтрально стоит, а движения нету в эту сторону. Либо что? Он исходно мог занимать положение смещения в эту сторону, да? То есть остистый отросток. А при исследовании он не шел, не надвигался на ваш пальчик. Понятно? Итак, мы говорим остистый отросток всегда смотрит в сторону блока. Значит, блок в правую сторону, да? Ротация вправо. А показывали мы с вами этой стрелочке, что не было давления. Или оно было меньше по сравнению с другой стороной. Итак, зафиксировали, захватили голову, легенькая, может быть, флексия. Сделали ротацию до барьера. Почувствовали, что движение подошло к вашему пальчику сбоку, да? Вдолг. Опять облегченный вариант вверх, например. Расслабился, вниз посмотрел и выдох. И мы с вами делаем что? Ротацию, но все это очень деликатно. Еще разочек. Вдохнул. Влево можно посмотреть, в противоположную сторону. Влево-влево, влево, 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 влево. Вот так. Расслабиться. И выдох. И вы опять же делаете тракцию, в ротацию. Да? В конце движения, если вам очень чувствую, что не хватает, маленечко, вы можете сделать легенький вот такой вот толчок. Толчок. Мы вышли на манипуляцию. У нас сама получается измобилизация. Итак, более сложная мы с вами разбирали, как вам показалось, дайте мне позвоночник. Это ляторофлексия. Ляторофлексия в этой зоне. Итак, в таком положении, в таком положении, вам сложно определить ляторофлексию. То есть в нейтральном положении сложно определить ляторофлексию, потому что эта зона малодоступна для пальпации и для такого вот воздействия. Вы смотрите активные движения, то есть ставите промежуток уже между остистыми отростками смежных позвонков. И смотрите при наклоне головы, как раскрывается в эту сторону, шире становится и в эту сторону, с этой стороны шире. Да? Получили вы ощущение, что, например, в правую сторону имеется проблема. Теперь вы уточняете свои исследования пассивными движениями. Вы ставите пальчик на ниже расположенный позвонок, то есть TH1. Так, зафиксируем большой палец. Теперь наклоняете голову в направлении туда, куда было ограничено, да, то есть с этой стороны у вас не было расхождения. Теперь мы с вами делаем что? Делаем ротацию в противоположную, всегда сторону здесь запомните, и экстензию. То есть мы вызываем акклюзию. Руга спускается сюда, к этой зоне близко, и теперь пальцем, который располагался на седьмом, толкаем его, проверяем, как он колеблется в таком состоянии акклюзии. Если движение ограничено, болезненно, то убеждайте, что есть блок, выполняйте точно по такой же схеме мобилизации. То есть вы зафиксировали сбоку остистый отростом седьмого позвонка, положили свою руку, аккуратненько сделали атероплексию, затем ротацию в противоположную сторону и экстензию. И ваше основание всегда должно быть близко здесь, не где-то здесь на голове, а спуститься к этой зоне. Из этого положения пациент делает вдох, давит на вашу руку, затем расслабляется выдох, и вы смещаете в ту сторону, куда не было движения. То есть на практике это получается следующее. Итак, зафиксировали сбоку первый, выполнилось движение такое, так, барьер, коллеги, до напряжения, не упускаем это напряжение, сделали ротацию и сделали что? Вот, видите, не опуская, либо, как я вам показывал, сразу это делать одно движение, так, так и так. Всё, и предплечьем своим фиксируем, ну да, предплечьем фиксируем над плечи пациента, чтобы не было вот этого излишнего наклона, который, ну не нужно, он просто уменьшит напряженность в этой зоне. Итак, ещё разочек, зафиксировали от теста тросток сбоку, так, седьмого, выполнили леотроплексию, выполнили ротацию, выполнили экстензию. Вдох, надавил на мою руку. Расслабился, расслабился и выдохнул. Выдохнул, и вы выполняете леотроплексию. Ещё разочек, вдохнул, надавил аккуратненько на мою руку, расслабился, и выдохнул, и вы выполняете леотроплексию. Вспомнили? А, коллеги? Вспомнили? Всё, теперь нам остается наша задача разобраться с техниками ротации леотроплексии в середине шейного отдела. В середине шейного отдела. Итак, что мы с вами должны? Убедиться, что есть проблема в леотроплексии, и убедиться, что есть проблема в ротации. Ну, например, в ротации. Мы с вами договаривались, что если ваша вилочка спускается за толщиной кости, то попадает она куда? На вторую. Значит, первый, свинольца один, мы с вами разобрали, да? Вот таким вот образом вы поставили пальчик и смотрите, как смещается голова до ощущения движения вашим большим пальчиком. Ниже можете взять сегмент, следующий сегмент, следующий сегмент, да. То есть пройти, соответственно, вы определяете первый, второй, когда вы второй фиксируете, второй, третий, третий, четвёртый, четвёртый, пятый и, соответственно, шестой, седьмой. А здесь уже тоже мы с вами это определили. Итак, рение движения. При контакте с зоной это логически увлечённый процесс. Вот у вас голова здесь находится. Вы спустились и поставили пальчики куда? На полудугу и на суставные отростки. Ну, ближе они к суставным, поперечные, чуть будет вентрами располагаться. Но опять же, неважно. Вы знаете, что ширина такая, будет располагаться чётко на боковой где-то массе. Пусть это включает поперечный отросток, пусть, пожалуйста. Пусть это будет суставным. Вы поставили, главное, что вы поставили на сегмент. И вот если есть здесь проблема, то вы получите торможение движения при контакте с патологической зоной. Вот такой есть феномен. Итак, спустились, поставили на второй и смещаете голову. Видите, здесь нормально. Нет движения. Ниже. Нет торможения. Ещё ниже. Так, ещё разочек. А вот здесь, видите, совсем маленький объём движения, вот имеется торможение. Проказываю ещё разочек. Второй, первый. Расслабься, расслабься. Все должны быть расслаблены. Движение хорошее. Третий, второй. Движение хорошее. Четвёртый, третий. А вот здесь торможение движения. Видите? И из этого же положения, зафиксировав так же четвёртый позвонок, вы выполняете мобилизацию. Очень спокойненько, очень скромненько так стоите. Используйте, опять же, облегчённое воздействие, или более мощное воздействие. Посмотрел вверх, вдох. Да, пять, семь секунд. Посмотрел вниз и выдох. И вы аккуратненько смещаете голову. Более мощное воздействие. Посмотрел в левую сторону. Да, с лёгким поворотом головы. Можешь, как чуть-чуть надавил на мою руку. Посмотрел вправо, выдох. И вы аккуратненько смещаете голову в направлении ротации. Ещё, кстати, можете захватывать вот так, чтобы нижняя челюсть не смещалась. Но я вам говорил, да, когда я на леве-то пытался наехать, и было, как бы, вот так, не смещается. Так же лучше захватить левую сторону. Более стабильно, в моих руках не смещается. Да? Не знаю. Ну, имейте в виду, то есть вариант такой возможности. Так, я здесь уставчик, это всё будет светят. Ещё разочек, вдох. Я расслабился. Видите, несколько раз, и вы, практически используя пост-иземетрическую ревакциацию, вы устраняете эту проблему. Снова смотрю. Раз, два, видите? Вот вам движение. Вот какое-то торможение выражено. В этом паре только нужен опыт, правда. Знаете, что вы, то есть, не надо сильнее, не надо мощно сдавливать, но не думайте, что чем я здесь сильнее держу, тем я лучше выучу, нет. Только контачить нужно. И вот так, патологическая зона, реагирует торможение. Феномен торможения в ВПДС. В блокированном, значит, вы видите. Сложно? Каким-то нестинит. Патистически нет, пожалуйста, у тебя работают. Говорили, что если вы попальпировали по звону, плод дубу, если можно, астист-адроз, хотя астист-адрозки вы уже поняли, да? Второй только хорошо и там, но в лучшем случае пятый. Четвертый, третий, это все бесполезное занятие. Подавили у этот позвонок и определили, что он болючий. Болит так и вызывает вот подобное. А пациент говорит, что да, дотар, мне вот так вот духовно, мне неприятно. Он имеет хроническое значение, да? Возьмите, выполните. Для самой большей важности поставили пальчик, поставили на зону проекции, выполнили исследование слабости мышц. Да, только строго в таком положении, пока очень корректно здесь, чтобы не на сустав не давили вы, а вот таким назовет. Я пределью только исходно, зная, что гипертоничная мышца или такая. Она действительно слаба. То есть вот это, что будете путаться, кто-нибудь кончет, поэтому есть точка К-27, мы сразу поставили пальчики, обиды очень просто, да, или используют сфильтр, сфильтр, не розовый, да, респекта розового. Ну, это уже другая сторона. Дело, вы это все проходили, я не могу, чтобы выключились хорошо. Понятно, да? Пожалуйста, сейчас каждый. Значит, и так всегда делайте движение на большой пальцем. Если с этой стороны нужно сделать, да, то я, значит, сначала я посмотрю, есть ли ограничение движения в положении нейтральном. И сейчас мы с вами разберем еще пять, ну, правда, пять положений, которые нам поможет разобраться сегменты. А пока только выполните технику. Итак, точно так же с этой стороны, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. А как спускаться? Как вы ставите? Опять же, скажите, вы так ориентировочно все делаете. Делаем ориентировочно, мы попадаем в десятку. Сто процентов. Итак, палец, толщина пальца, это позвонок. Толщина пальца, это позвонок. Вот вы поставили на зону боковую, да, это точно будет позвонок. Даже если у вас очень большие пальцы, даже если какие-то разные позвонки, всегда это уровень указательный палец, это позвонок, да, поперечный отросток. Так это первый, это второй проверяет себя, о, четко выходите на выступающиеся из-за отростка. Это позвонок. Поэтому вы четко ставите, нашли, это будет второй у вас, третий, четвертый, пятый, шестой и, соответственно, седневный. Итак, ваша задача, опуститься на второй, посмотреть первый, чуть-чуть пониже, второй, третий, четвертый и так далее. Пожалуйста, поработаем. Считается лёжа хорошее время расслабления. Но можно и сидя, потому что напряжённость нам тоже даст состояние, которое близко... Прошу, давайте я спуску. Где у нас позвонок? Итак, коллеги, смотрите, что мы с вами должны сделать. Мы должны с вами поставить пальчик таким образом, основную фалангу указательную, чтобы можно было взять соответствующий позвонок, да, и попытаться посмотреть, как он смещается при наклоне соответствующей второй руки до этого уровня, да. То есть мы поставили пальчик указательный, опять же, по такому принципу, как я вас учил, так. Сместили, сделали реляторов легче. Лёгенькую можно с элементом ротации, но это лучше для уже мобилизации, в противоположную сторону. И пальчиком аккуратно попружинили. Как смещается, смотрим выше расположенный позвонок по отношению ниже расположенных. Итак, смотрите. Значит, Ц0-Ц1 мы уже с вами сделали, он выпадает у нас. Теперь это у нас что получается? Ставите пальчик на какой? Первый. Первый, чуть ниже второй. То есть на полудугу. Балец вашей дизнольства перпендикулярно, не вот так, не как-то так, а перпендикулярно. Вторая рука напротив находится, да? Теперь я сместил, сделал ляторофлексию, посмотрите, до уровня, где движение подошло к этому сегменту. И теперь аккуратненько пружиняем. Здесь пружинение хорошее, чуть-чуть, я каждому подойду, это чувство на себе испытает. Следующий, теперь опускаю пальчик, да? На следующий позвонок, и эта рука немножечко опускается. Опять выполняю, что? Ляторофлексию до этого сегмента и аккуратненько надавливаю. Здесь имеется напряжение и легкая, наверное, болезнь. Здесь имеется эффект, значит. И так я сейчас определял. Первое, что мы делали, мы определяли, смещали второй, да? Теперь второе, что я сделал, третье, значит, мы говорим, третий, четвертый сегмент, да? Выше расположенный всегда, говорю по позвонку, да? Третий, четвертый имеется проблем. Понятно? С другой стороны, точно так же. Поставил пальчик, это будет первый, это будет второй. Смещаю первый по отношению второго. А сам кружене не выполняю второго позвонка. Здесь хорошо. Ниже спускаем. Здесь получше, чем с противоположной стороны. Еще ниже. Тоже хорошо. Палет стоит перпендикулярно. На боковой масти. Не важно, что мы фиксируем. Все мы можем фиксировать. Итак, пальчик стоит на полудуге, соответственно, суставного матроса, кросский дугатрос, точного сустава, или поперечного матроса. Вот как. Это все сместил, и проверяю, как кружинит соответствующий позвонок. И начинаем работать. Я каждому понайду. И все. В сегментах шов в направлении ляторофлексия. С каких сегментов? Начиная с С1 до С6. С1 по С6. И ПП сидя на стуле, врач стоит сзади, основной фалангой указательного пальца. Основной фалангой указательного пальца. Ну, понятно, что латоральная сторона медиальная, вы уже не залезете сюда, это уже ясно, я думаю, бодрян. Вот фалангой указательного пальца. Фиксируем полудугу. Фиксируем полудугу ниже расположенного позвонка. основание ладони фиксирует голову и шов с противоположной стороны предплечье перпендикулярно. Таким образом, что основание ладони фиксирует голову и шов с противоположной стороны предплечье перпендикулярно. Таким образом, что основание ладони всегда находится чуть выше исследуемого ПДС, да? То есть не на уровне ровно этого пальца, а чуть-чуть выше. И смещает голову и шов в ляторофлексию до ощущения движения в указательном пальчике. Что двигательная волна, или до ощущения движения двигательной волны к указательному пальчику. Направление ляторофлексию до ощущения двигательной волны в указательном пальчике. Создавая преднапряжение в указанной зоне. Создавая преднапряжение в указанной зоне. То есть вы этот пальчик сдавливаете, это нагланирует и создали преднапряжение. После чего определяем пружинение указательным пальчиком. Но та рука, что, коллеги, тоже давит навстречу, тоже работает. Значит, если вы не будете давить, то тогда преднапряжение уйдет, да? А вы тоже давите, но в основном указательном пальчике. Давление-то непрерывное, а здесь длина и пружинение в основном указательном пальчике. Отсутствие пружинения и болезненности говорят о ФВ. Говорят о функциональном блоке. Теперь смотрим, как выполняется мобилизация. Потом мы добавим практически такой же прием, такая же техника, только немножечко будет некоторое особенно. и так. Точно так же с одним пациентом все смотрят. Возвращаемся к диагностике, посмотрим, есть ли у Артура проблема. Нету. Вот здесь немножечко, чуть-чуть похуже. Болезнь стеклая, да? И так, смотрите, я поставил точно так же на палец, как и при исследовании. Так, теперь выполняю ляторофлексию и легенькую ротацию, создавая что? Лучшее преднапряжение здесь. Точно так же поставил пальчик, как при исследовании. Выполняю ляторофлексию. Давайте я поставлю на нижнее отдел, где он у нас двигается. Ляторофлексия и ротацию, создавая здесь преднапряжение. Пациент делает вдох, давит на мою руку, если это будет чётный сегмент, и на выдохе мы выполняем мобилизацию. Я вам говорил на лекции, и, наверное, тот из других преподавателей. Если это нечётный сегмент, то что он делает в первой фазе? Делает выдох максимально возможный, что там только остаётся, и затем на вдохе вы аккуратненько выполняете мобилизацию. Повторяю, С0, С1. Как вы любите иногда говорить. Максименович, что у вас нас требует? У нас ещё знаний С0. Какие-то сегменты, да? Итак, С0, С1 чётный, по верхнему сегменту, да? Соответственно, С1, С2 нечётный, и так далее. С2, С3 чётный, по верхнему позвонку. Если вы фиксируете третий, так, третий, то это будет какой сегмент? Второй, третий. Это будет чётный сегмент. Фиктируйте четвёртый, третий, четвёртый. Значит, это будет, соответственно, нечётный сегмент. Итак, смотрим у Артура. Какая ситуация? По чётному, по чётному, сверху чётный, С0, С1 чётный. Ну, а мы с вами же говорили, на лекции я вам говорил на какой-то сегменте. Если мы фиксируем нечётный сегмент, нужно учитывать сегменты и дыхание, тогда правильно хрен. Значит, по верхнему, и так смотрим, С0, значит, вы фиксируете первый, это будет у вас чётный, дальше фиксируете второй, это будет у вас, С1, С2 нечётный, фиксируете третий, это будет чётный, то, что мы у него получили. Итак, смотрите, я выполняю леотерофлексию до этого сегмента, ротацию до ощущения движения этого сегмента. Теперь вдох, надавил головой на мору, в противоположную сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабился. Медленный выдох. И на выдохе аккуратненько увеличив леотерофлексию. До барьера. Ещё разочек, вдохнул. Раз, два, три, четыре. Расслабился. И на выдохе аккуратненько леотерофлексию. Ротацию не увеличиваешь. Только, мы только ротацию создали для того, чтобы какую-то окклюзию создать, напряжение в этой зоне, да? Это мы сейчас работали, соответственно, третий, второй. Если я поставлю пальчик на четвёртый, то это будет третий, четвёртый. Давайте посмотрим, проверим сами себя. Итак, создаём леотерофлексию, ротацию до этого позвонка. И теперь пациент делает выдох. Чувствуйте усиление напряжения под пальчиком приводит. Вдох медленный, глубокий. Вдох. Видите, как хорошо. И на вдохе возникает мобилизация. Выдохнул. Напряжение в этом сегменте, а вдох та фаза, на которой мы работаем. Вдох. Медленный, плавный. Вдох. Спокойный. Видите, у него не было проблем здесь. Мы уже убрали. Спокойный. Усегарно. Чувствуйте. Чувствуйте. Ну, что тут ничего сложного нет. Усегарно. Ценоль. Больше только вы боитесь. Ценоль. Давай. Работаем. Правила мобилизации для трофлексии в шок. Давай. Нота Б. Нота Б. Нота Б. Обрати внимание. Мобилизация для трофлексии. НБ. Как правила мобилизации для трофлексии в шок. Так, в чётных сегментах. Мобилизация выполняется на выдохе. В чётных сегментах. Вы скобочкой спишите. С0, С1, 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 С2, С2, С3, С4, С3, С4, С5, С6, С7. Выполняется на выдохе, да? Мобилизация в нечётных сегментах. В нечётных сегментах. Скобочка. С1, С2, С3, С4, С5, С6. Выполняется на выдохе. И вы, это будет вашей ошибкой, вернее, вам это будет подсказывать ткань, когда вы неправильно пальчики поставили, пытаетесь его с мобилизацией. Не получите. И напряжение под вашим пальцем будет соответствовать в фазах на вдохе и на выдохе при разных... Итак, есть, да? Записали. На вдохе. На вдохе. Так, мобилизация. Дальше пишите. Мобилизация. В шейном отделе в лятороплекцию. В шейном отделе в лятороплекцию. Выполняется по тому же принципу, как и исследование. По тому же принципу, пишите, как и исследование. Только лишь добавляется ротационный компонент в противоположную сторону исследованной лятороплекции. Выполняется по тому же принципу, как и пассивные движения. В лятороплекции, то, что мы с вами записали, исследование пассивных движений. Только лишь добавляется ротационный компонент в противоположную сторону до ощущения двигательной волны указательным пальцем. Опять же, не просто ротация, а ради ротации. А она нужна, чтобы почувствовали вы пальцем, что движение именно подошло к этому сегменту. Лятороплекция так и ротация. О, все, я знаю, что я здесь. И потом. Так? Итак, первая фаза. Пациент давит головой на вашу руку, на вашу кисть. Первая фаза. Пациент давит головой на вашу кисть. И во второй фазе вы смещаете голову очень деликатно, коллекто. Во второй фазе смещаем голову в направлении с ограниченной лятороплекции. И еще, коллеги, мы с вами разберем там дальше, где у нас будет кусочки времени мышечно-фасциальный релиз на занятие, которое у вас будет в том, что специально релизу на шейных сегментах и вам сказка, что не надо больше делать. И вы будете там в лучших домах от этих вот направлений, поэтому облакно уменьшить лоб первого ребра и, соответственно, знать тексту к мобилизации лоба первого ребра. Есть несколько эпидемий, техник, которые позволяют нам это сделать, но одна из них оценка пружинения. Пружинение в этом ребре. Поэтому, пожалуйста, стул сюда, пусть вам кто-нибудь дастся. Вы знаете, что первое ребра находится под этой мышкой. Поэтому мы пружинение оцениваем через мышцу, то есть, на пиццевидную порцию, ставим вилочку из пальца, первого-второго пальца, на шейно-плечевой, на основании шеи, да, или как раз шейно-плечевой губок в этом месте. И задача ваша, поставим опыта, чтобы ваше предвлечье, предвлечье практически с этой стороны. До барьера. Побрался. Чуть похуже с правой стороны. Чуть-чуть еще сам похуже. До барьера. Здесь. До барьера. Правда, вот жестко. Чуть похуже справа. Может быть, чуть-чуть болезненно. Чуть-чуть болезненно. Итак, это определение блока по пружине. Можно еще использовать ротацию и флексию головы. Как раз будет происходить окрузия в этой зоне. И когда будет блок переворива, будет страдать ротацию и филеторопрекцию. Видите, один угол вы посмотрели. Теперь сделали флексию, филеторопрекцию. Видите, здесь угол образован между плечом, будет меньше. Итак, флексия, ротация. Здесь. До барьера. Флексия, ротация, трансфекция. Но вполне достаточно, если вы будете владеть хотя бы одной вот этой техникой, которая предусматривает исследование. пружинение первого ребра. Получили блок. Есть ограничения. Да еще и болезнь. Да еще и, как мы говорим, первые ребра имеют радиацию в области плечевого пояса. Надплечи. Плечо болит. По крайней мере, это может быть одной из структур, которая обеспечивает болевой синдром. Да? Или цепи болевой синдрома. Нужно опять разорвать. Итак, мобилизация первого ребра. Вы встали, фиксируете немножечко противоположное, точно так же зашли до барьера и ритмическими движениями раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, проводите. Либо с использованием дыхания. Зафиксируем до барьера. Вдох, лово, вдох. Я удерживаю ребра. Поднимается. Я удерживаю. Расслабился. Выдохнул. Выдохнул. Я следую за ним. Еще разочек. Вдох. Я удерживаю это напряжение. Расслабился. Выдох. Я следую за этим ребром. И в конце движения могу сделать хрешок. Каударный центр. Да, практически ровно. Каударный направлен. Итак, либо ритмическая мобилизация. Еще раз повторяю. Зафиксировали. Дошли до барьера. Возле того ребра. Теоргически раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Видите, каждое движение у меня держится в определенной напряженности. То есть не отпускается. Так бы ничего не получилось. Это неправильное движение. А вот до барьера дошел. Ритмический раз, два, три. Нахожусь постоянно в состоянии напряженности. И так сейчас вокруг жизни друг у друга. Ребро и соответственно можете посмотреть. Это пробу с ротацией. Можно сказать, что это облегчу даже не делать. Можно посмотреть только сфиксирование. Ротацией. 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 Здесь похоже. Хоже. Сидели-еликанс. Судный. 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 Прием убегания ребра в положении дома. Да? Я бы как стилю. Вот вы что делаете. Вы ставите свои пальцы. Третье стопичное. На втором месте подышать. Вдох. Вдох. И это неравномерное движение. Вдох. 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 Затем с этой стороны. Видите здесь передний открыватель. Здесь мышку замешает. Ну или там и женщина. Супасть такая сложная. Вы должны быть сейчас. Смотрите поэксайте вдох. Вдох. И оцениваете. Во-первых, фонтируете сразу виду запасу. Скажем так. Вы немножко выступали. Она у него болеет. Все. Вот теперь смотрите. Ну пункт. Прилянный. В положении. Звежа на спину. Главное. Видите. Актуально. Вдох. 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 Сразу нам подключиться. Его не видно. Вдох. 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 побежала, а левая немножко тормозится на вдохе, выдох. Здесь одинаково, на вдохе вот это вот ребро, у него будет третье ребро, имеет фиксацию ребра. Смотрим в другую губку. Эти пальчики правые уходят. Видно, да? Феномен набегания на лжинге со здоровой стороны. Наоборот, как мы сами делали на воздушно-трестовом сочленении, да? Теперь вот мы определим, что здесь у него есть упражнение ограничено, и феномен набегания. Вот вам хорошая техника. Итак, вы проходите, соответственно, до седьмого можно спокойно. А вы лифантом? Попробуем, да. Три сантиметра, вот средней линии груди. Да, или на два сантиметра, скажем, тут где-то от края. Вот, не близко, ни здесь, ни рядом. На краниальной части ребра, не на ребре, в передней поверхности, да? А на краниальной, если вы глубоко уходите в промежуток и ставите на границу. То есть, опять же, контакт должен быть, как вы говорите, плотный. Если контакт будет слабенький, то опять ничего вы не получите. Итак, феномен убегания говорит нам о том, что имеется проблема. Ну, с противоположностью, то есть здесь бегает ребро хорошо, а где блок, она будет стоять. Или в каком? В одном только направлении. В афлексии будет отставать, как это было. У кого мы там нашли его, Паша, да? В афлексии будет. Во время вдоха, да? Во время вдоха. Вот. Либо во время выдоха. Во время выдоха так будет, наоборот, отставание. Либо и то, и другое. Либо и то, и другое. Итак, пожалуйста. Вдохну. Равномерно? Равномерно. То есть вы и смотрите глазами, и чувствуете. Не только одна оценка. Так вот, посмотрите. А во время выдоха это ребро чуть-чуть расстает. Еще раз еще смотрим. Равномерно. Выдох. Видите, правый пальчик. Небольшой, опять же, небольшая разница. Пальпируем теперь, смотрим пружинение. Здесь более мягко, а здесь жестко. Ну, не сильный блок. То есть чуть-чуть не болит? Или чуть-чуть все-таки болит? Ну, просто сюда, дает и назад. Чуть-чуть болит. Значит, уже актуальность какая-то есть, да? Следующая, опять же, храниальная часть. Ребра не на ребре. Краниально глубоко. Видите, как я туда вхожу пальчиками и ставлю блоковую поверхность. Так. Пожалуйста. Вдох. Равномерно. Одинаково. Выдох. Одинаково. Никакого разницы нет. Следующая ребра. Так, что здесь, можете сказать? На вдохе, на вдохе. Левая остается. И на вдохе. Опять пальпируем пружинение, смотрим здесь. Явно здесь зафиксируем. Тоже должна быть болезнь. Понятно. Вот вам очень хорошая диагностика на передней выросленности грудной клетки. Или в реберных, грудинных проблемах. Леберных, грудинных, сочных. Поменьше. Как это, Виталий, на вас. Мы также поставили пальчики свои, где у вас ребра имела проблемы. Придавили, и вы два пальчика с этой стороны. И, пожалуйста, делайте единственное, что делает вдох. По крайней мере, здесь, как мы делали, заполняем. Вы удерживаете напряжение. Вы следуете за этим напряжением сопротивления. Безусловно, вы делаете только на голой коже, то есть, как бы, всяких этих намалочек. Да? Здесь ложится. Здесь ничего не надо делать. Только держать в состоянии напряженности, и все легко, свободно разрешится. Нашли проблему. Допустим, здесь получили вы проблему, да? Ставите два пальчика. Вдох. Независимо. Вдох. Это на выдохе. Блок ребра. И вы удерживаете в состоянии напряжения. Вдох. Можно чуть помягче, чтобы пацаны лежали, дышали чуть покоррепнее. Это слишком грубо, он у него слишком сильный. Бывает очень болезненно, такая большая. Ясно? Ничего больше нет. Никаких толчков, никаких здесь рывков. Передний бой. Все полетит. Вдох. Настя Гриба. Вверхом давай-ка сядь, я покажу. Вот сюда. У нас там пошире где-то. Черт. Ну, нет, как не то. Я не затянул, как не то. Сюда. Итак, мы с вами говорили, что вы должны продиагностировать ребро на уровне наибольшей выступающей части. Какой? Угол ребра, да? Скажем, здесь вверх. Ну, первое ребро мы с вами определились. А вот второе, видите, отводим лопаточку. Вы находите второе ребро и пружините. Пружинение или смотрите, просто пальпируете. Третье ребро. Пальпируете угол и тоже можете сразу попружинить. Четвертое ребро на уровне угла. То есть самая выступающая зона – это угол. Либо пружинение устраиваете таким образом. Вот здесь захватываете. Двуху ставите, а мы практически доходим до последних двух. Ну, последние два ребра немножко там по-другому. То есть там только одна. Ясно? Каким образом? Если вы определили, что болезненный угол ребра, переносальная точка, не пружинит или пружинит хуже, чем вышли ниже, либо по сравнению с этим же ребром с другой стороны, то выполняете мобилизацию лёжа на животе. Смещаете пациента к стороне, где рука может быть. Угла. И создаете ситуацию преднапряжения, смещая вашу руку в вентро, краниально. Можете усиливать вторую руку. И пациент дышит. Вдох. Вы удерживаете опять напряжение. А на выдохе скажем, вы усиливаете это аккуратненько давление. Ещё разочек удобно. Удерживаете напряжение. Выдох. И в конце можете сделать лёгенький толчок. Опять же, легко, совсем слабое движение в направлении уже сказанного. То есть вентро-краниально. Это позволит вам устранить ребра, скажем, здесь первое ребро. Даже иногда эта техника предлагается и для второго ребра. Даже через первое ребро, где воздействие на эту зону. До, соответственно, до 12. То есть один из 12 мы будем сейчас другую технику. Да, практически все рёзы. В зависимости от положения. Потому что, ещё раз повторяю, для флексии, но явно можно, когда оно выстоит, в смысле флексия называется, то есть выстоит явно ребро, вышло на вдохе. Флексия, вдох и камень-сакрами это связано, как у меня так постоянно. Мы одевали, сгибали. Так, значит, можно надавливать посиднее. Или просто держать. А для выдоха, ребро на выдохе, забавшим. Ну что вы там? Только удерживать. И вот эта напряжённость, которая позволит расслабиться капсуле, расслабиться. Так, теперь, коллеги, если вы определили блок в грудно-рёберном сочинении, или в реберно-грудном сочинении, и здесь, где вы начнёте лечить? Спереди. В принципе, не принципиально. Можно и там, и там. Но может быть ситуация здесь, здесь есть блок, там не быть. Это совсем не обязательно. Или, соответственно, спереди быть, здесь может не быть. Это не обязательно. На каком-то этапе это может сопровождаться. Но, вообще-то, лучше сначала устранить блок в позвоночнике, и может здесь расслабиться. Наоборот, не увидите ситуацию, чтобы вы взяли, убрали ребро, и вдруг всё сразу задвилось. Это крайне редко. То есть, вот здесь сначала уберёте, потом можно здесь, потом можно там. Либо здесь, там, потом здесь. То есть, закономерности какой-то вот такой 100%. То есть, всё-таки, чаще мы видим только одну закономерность. Пожалуйста, убрать блок в позвонках. Да? Пустите блокированные ребра вместе движутся с позвонком, который заблокированный, восстановим, а потом уже займёмся. Понятно? Но часто, когда длительно существует дисфункция ребра сзади, то, как правило, возникает. Поэтому не забудьте сразу перевернуть и поработать. Понятно? Пожалуйста. А если вы это заметили? С одной стороны. Ну, не может быть такое. Одно-два ребра. Если это вот истинно, то проблема сустава. Не может. И здесь же вы видели, что один-два сегмента. РПДН другого идёт. Опять же, находитесь самое больное. Самое ребро, которое имеет большую степень ограничения. Большую актуальность. Пожалуйста. Я больше ничего не делаю. При пальпации посмотрели, что не дышит. Оно не дышит. Или на вызове, или на вдохе. Вы определяете, в какую фазу преимущественно выходит. Если вы определили, что имеется проблема. Здесь как клетка лежит? Кососо. Да? С этой стороны вы не станете никак. Неудобно. Если вы запомните, значит, надо стоять с одноимённой стороны. Здесь. Ставить в промежуток, если на вдохе. Значит, что ребро, не опускается, как клетка, не уходит к низу, да? Клетка поднимается, и нижняя часть опускается к ударному направлению. Вы фиксируете его. Вдох. Вдох. Вдох, вдох, вдох. Терпение сильнее. И вы на вдохе его помогаете восхищать. Тоже в преднапряжении. Выдох. На выдохе немножечко удерживаясь, чтобы оно не поднималось кверху. Вдох. И, соответственно, так же смещается. Либо это ребро, да? Соответственно, выше 11 ребро. Точно так же. Если проблема будет на выдохе, то есть ребро будет не подниматься. Смотрите, вдох. Что это? Вдох. Вдох, вдох. Видите, пошло ребро смещается. Да, на вдохе. Вы его как бы подталкиваете. Поэтому вы стали со стороны удобно подталкивать. Если это будет что? На выдохе вам нужно встать в какое-то такое положение, которое поможет вам кверху. Кверху, да? Значит, тогда мне уже нужно поискать позу этой творчества. Творчестве подойдите к этому. Так? Опять косое положение. Вы встали таким образом. Теперь каудальную часть взяли ребра, свободно свисающего 12-го. Вдох. Вы удерживаете, препятствия. Вдох, вот. Вдох. Ну, что боишься сделать вдох? О, посильнее. И выдохнул. И на выдохе вы ему помогаете возвращать в то положение, которое было ограничено. Вдох. Удерживаем до силы. Удерживаем, не пускай. Опять напряженность. И выдох. И во время выдоха вы смещаете его, соответственно, в направлении выдоха. И получается в направлении в это крайнюю латеральность. Восстанавливаем эту подвижность. Вот тут особенность для этих людей. Быстренько смотрим. Я вам говорил, как это называется. Хряк, хряк терапия. Нет, это плохо. В русском это очень приятно. Так, 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 и как правило, большого. Раньше так говорили. Нет движения в ребре или в каком-то направлении, или, может быть, вдох и выдох, афиксация. Вы должны об этом помнить. Вы тогда выполняете манипуляцию. Пока не пишите, посмотрите. А потом уже, на самом деле, продиктую, когда я не говорю. Так, ну это себе. Так, кому не жалко твоего ребра? Мне не жалко. Так, давай. На сцене, начинай так. Диагностика превыше всего. Ну, давай, у меня его. Лёв. 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 Правда, посмотрите. Лёв. Один из вариантов. Что такое? Давай. На живот. Лёверно-позвоночных сочтений. Манипуляция. Хорошая эта тема. Можно, не используем. Её бояться не надо. Итак, болевые ощущения вы оцениваете, да? Посмотрели. Угол ребра. Вдох. Выдох. Попружинили. Так, нет проблемы здесь. Тем не менее, опружинение сохранено. Здесь поставили угол ребра. Вдох. И выдохнули. На вдохе имеется небольшое проблему. Больно. Больно. Больнее, чем выше там. А может быть, на мышце. Здесь вот под угол ребра чётко. Имеется проблема. Значит, итак, я себе отмечаю, можно посчитать, какое это будет первое, второе, четвёртое, да? Чётко. Ну, я себе, так скажем, поставил крестик, если вы пока плохо ориентируетесь. Теперь я укладываю пациента на спину. У нас слева, с левой стороны у него, да? С левой стороны. Значит, запомните. Со стороны ребра, рука, блок ребра всегда находится краниально. Всегда находится краниально. Итак, я захватываю эту руку, ротирую его на себя и нахожу зону, где я отметил, какого ребра, да? Так, чтобы вам потом идти, так же, ручечка вам всегда нужна в пациентной облице. И ставлю на эту зону, на углу ребра, может быть, чуть-чуть ближе к позвоночнику, свой тенор. Итак, теперь беру на вторую руку и возвращаю его в исходное положение и фиксирую, прижимая его до глубокий. До. Расслабился, выдохни. И на выдохе делаю такой толчок. Как правило, это сопровождается хрустом. Как правило, был хруст? Да, ну, ситуация сопроводна. Но опять же, не обидайте. Итак, смотрите, что опять мы сделали? Опять такой же подход, да? Эта рука смещается в эту сторону, натягивает лопатку, фиксирует соответствующий сегмент, где есть ребра, да? И натягивает мышцы с противоположных сторон. Эта рука иногда, скажем, можно делать, когда уж очень жесткий планетар, старый болезненный. Можно эту руку фиксировать, еще оттягивать, работать здесь, в грудной клеточке, а та рука будет стоять. Вот это движение нужно сделать. Можно еще, видите, усугубить натяжение. Но часто хватает и только одно смещение вот за этот локоть. Итак, что мы сделали? Мы расположили, нашли ребра, расположили на этот уровень, может быть, чуть-чуть ближе к позвоночнику, создать напряженность, да? Эту, эту руку, смотрите, как сместили, сделали отдувку и положили его на эту зону. Придавил вот, создал максимальную напряженность. Вдох глубокий. Я не упускаю напряжение, не пускаю его так легко выдохнуть. На высоте, коллеги, выдох, вот это делает толчок. Вот толчок на свою руку, смещаю туловище его и, соответственно, локоть в донзально-латеральном направлении. Один. Пальпируется, как правило, хорошо пальпируется в шейном отделе позвоночника. Следующий. Поперечные отростки. Поперечные отростки. Первого позвонка. Атланта или атлас. Остистый отросток. Хорошо пальпируется, да? Хорошо, как правило, подчеркиваю, да? Чтобы вам не дали точки правные. Остистый отросток второго аксиса шейного позвонка. Остистый отросток шестого, седьмого и пятого. Пятого чуть похоже. Хорошо. Можно и другие пропальпировать. Но, скажем, третий, четвёртый – очень сложно. И по остистым отросткам я не рекомендую вам не искать никакие сегменты, не искать никакие волосы. При хорошей пальпации, пальпаторных возможностях и при небольшой мышечной массе хорошо пальпируется и, вернее, можно пропальпировать и поперечные, и суставные отростки шейного позвонка. Ну, ну, на занятии будет давать это подробно. Забудьте разбирать трёхпосностную мобилизацию шейного отдела позвоночника. Но знайте, что это очень сложное, серьёзное принятие и иногда не удаётся чётко пропальпировать. А вот расположить пальцы на уровне соответствующего тела позвонков вам обязательно будет для выполнения ряда тех. Поэтому сейчас наша будет задача с вами пропальпируем с вами поперечные отростки первого позвонка, пропальпируем остистый отросток второго, научимся отличать шестой и седьмой, шестой и седьмой остистый отросток, и попытаемся определить ориентиры тела шейного позвонка по поперечнику, по поперечнику своей дистальной ланги указательной пальцы. Как правило, независимо от того, какой толщины у вас пальцы, они в среднем, плюс немного чуть-чуть, независимо от какой толщины, Виталий, не спит, тела позвонков, они будут соответствовать толщине вашего указательного пальца. Итак, поперечный отросток хорошо найдём? Хорошо найдём. Поставили. Перпендикулярно. Проверили себя, да? Когда сместились на остистый отросток, соответственно, будет третий, четвёртый, пятый, шестой и, соответственно, седьмой. Здесь шестой остистый отросток, как правило, при экстении западает очень сильно, а седьмой незначительный. Нельзя. Нельзя. Это неправильный стиль отбудок, но не явно. Это вам позволит отличить два, что иногда бывает длинная шея, и вы не всегда можете легко так определить. Понятно? Итак, показываю. Друг на... Вот, пожалуйста, на пациенте. Ещё раз, такие структуры надо делать. Поперечные отростки пальпируйтесь, стоите сзади первого посланка. Процесс состоит у вас, состоит у вас, да? Состоит у вас, состоит у вас, состоит у вас, так? И угол нижней челюсти. Вот в этом промежутке вы будете пальпировать поперечные отростки. Не всегда тоже они очень хорошо пальпируют. Позвольте, что стоят глубоко. Либо ещё он может быть один, один выстоять, другой это уже будет признак смещения позвонка определенного, да? Признак блока. Видите, угол между процессом остеида, с остеидным отростком и нижней челюстью, да? Здесь. Ходите параллельно, и можете его посмещать аккуратненько, попружинить друг у друга, и сам у себя каждый мой попружинник почувствует. Так вот здесь имеется фиксация. Здесь хуже пружинник, должна быть валерия больная. Здесь получше. Здесь небольшое коллеги. Вы знаете, как я делаю? Вот. Вот нахоженник. Так? Соответственно, вы смотрите, это у нас получилось, что? Первый. Опускаешь нагевый палец на толщину. Перпендикулярно только не так, не так, перпендикулярно. Выхожу на шейнде. Чётко попадая на какой-то. Второго позвонка. Вы должны его хорошо попальпировать, посмещать голову, посмотреть, как он ротируется в одну сторону, в другую сторону. Так? Есть такое дело? Есть. Дальше, что мы с вами сказали? Мы дальше пропальпируем с вами шестой и седьмой, да? Шестой. Остистый отрос шестого и седьмого. Поставил пальцы. Вот наиболее выступает какой подпендикулярно? Седьмой. Седьмой, как право. Но не так, правда. Поэтому вот здесь у него должен быть седьмой и шестой. Пока не знаю, да? Мы знаем, что с вами есть биокремиальная линия, которая проходит через тело какого? Седьмой. Первого грудного позвонка. Вот мы сейчас с вами определимся. Седьмой это у него. И еще раз. Пожалуйста, прогни голову назад. Сильнее. Вот позвонок уходит. Ну не очень сильно. Вот у него есть седьмой. А выступает больше всего. А этот у него будет позвонок шестой. Наклони голову к заднюю. Сильнее. О-о-о, заползла чем-то. Сильнее. А у него темпы тяжести снега идет. А у нас в передце. Сейчас не важно. Как центр тяжести. Нет, сейчас главное, что мы с вами... Что может вытянуть немножечко. Ну, какой-то степень подвинулся. Итак, седьмой позвонок западает меньше. Шестой сильный. Наклони голову назад. Очень глубоко ушел. Ставим на следующий. Сбоку, видите? Наклони. Итак, мы с вами первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И что вышли? На седьмой позвонок. Опять четко прошли, да? Вот, а завтра уже, я думаю, что неудобно будет вам звучить, как, по-первых, поперечный отростки, основные отростки. Помните, что основные отростки находятся в Тарзане, в Поперечный, чуть-чуть, вернее. Ну, пока достаточно анонтировать, который вы... Можно сейчас посмотреть, пожалуйста. Суберно апрексии. Да, представим, что это мне голова. То есть проблема апрексии будет, значит, исходно будет что-то. Двиния соединяющая в самую выступающую точку головы кости. И заживочного бугра, что будет с ним шла? Она будет мешать, как экстензирует, проблема апрекции. Соответственно, может быть, блок для атероплекции. Значит, длия соединяющая два отростка будет наклонена. Проблема для атероплекции в левую сторону. Если так, то наоборот. Соответственно, здесь могут быть проблемы в ротации. Или исходная голова стоит без изменений, да? А когда начали исследовать, получили проблемы в ротации. С одной стороны, с другой стороны. И может быть проблема в экстензии. Итак, как диагностировать, то есть исследование суставной игры, или пассивной длиной, там очень маленькие длины, получается практически суставная игра. Направление сердца и соответствующих бюлеров. Итак, пациенту так, будем кушетчик на эту, укладываем. Недалеко сюда положить. Мы берем голову пациента и спускаемся. Сначала куда попадаем? Когда так попадаем? Не подключим. С задумочной конца спускаемся, если аккуратненько, просто так быстро. И сплавим. На второй. На второй. На полудугу второго позвонка. А теперь пальчики чуть-чуть корнеальные делаем. На второй и чуть-чуть корнеальные. Вот это будет полудуга первого позвонка. Для того, чтобы ее лучше вывести, естественно, мы просим пациента, чтобы привести подбородок и полудуга еще лучше. Наши пальчики как бы ходят и мы ее лучше подберем. Теперь располагаем руку вашу таким образом, в области надброви, чтобы предплечье ваше, ось крепеже, уходило четко к суставу. Значит, мы фиксируем, что первый позвонок, а сейчас будем голову смещать по отношению к первому позвонку в направлении флексии, да? Исходно исчерпываем все движения. То есть, мы попросили пациента привести подбородок, исчерпал. Теперь зафиксировал и сместил сам направление флексии дозального смещения. И после чего посмотрел поженение. И с поженения очень даже не плохо. Итак, еще разочеку. Надброви, острый плеча идет строго на уровень сустава. На уровень сочленения 0,1. Не куда-то туда толкается вы. Не куда-то она заходит и она уходит где-то здесь, на затылочной кости. Нет, строго к суставу. Привел позвоночник, топлив напряжение. И, посмотрите, небольшое мягкое напряжение, говорит о том, что здесь благополучно вам. Проблем нет. Если вы получили ограничение движения, да еще и болезненная нога, вы выполняете металлизацию. Из этого же упражнения все точно так же. Опять, исходно. Спустили руку, вилочку. И с первого, второго пальчика спускаете на второй. Чуть-чуть подтягивайтесь. Оказываетесь на первом шейном позадке. Приведите подбородок. Полудуга. Вы обе полудуги пальпируете. Приподнимите. Посмотрите, вы находитесь на полудуге, да? С одной стороны один пальчик, и на полудуге с другой стороны. При флексии что происходит? Видите, она выходит к вам на пальчике. Вы ее лучше захватываете. Опять не должно быть мощного давления. Только кость чувствует. Только дуги с двух сторон. И привел подбородчик. Сместил до напряженности. Вдох. Вдох, да, в какое синтетическое движение? Экстенди, да, разгибание. То, что нам и нужно. Расслабиться и выдох. И на выдохе вы аккуратненько смещаете голову. Вдох в дарзальном направлении. Она будет вас выполнять и в очередь. Еще, пожалуйста, разочек. Вдох. Смещаем сейчас голову по отношению к первому шейному позвонку. И выдох. Сладился в этом. Аккуратненько, не торопимся. Опять чувствуем тонко. Они как будут расходиться. Иногда, когда пациент умный, можно просить их, чтобы они сами на выдохе раздевать его. Выговорили, вдевайте, вдевайте. Выставить сюда немного. Иногда это взбивает его и вас сбивает. Смотрите, лучше раздевайте сами. Итак, позвонок. Позвоночник, ребята. Череп у нас здесь еще пока нет. Вверху что-то я упустил. Дайте позвоночник еще раз. Вы можете выставить. Спасибо. Просили пациента привести подбородчик. Он привел подбородчик, этот позвонок еще лучше вывелся. Сместили. Предплечья строго сможет. Видите, куда? Суставы. Вот они суставы. Вот она, правда. Пальчик фиксирует ниже расположенную часть. Это будет играться. И в этом случае сочинение первого позвонка. Сместил до напряжения. Вдох. Разгибание происходит. Синкентрическое. Да, напряжение. Вы не пускаете. И на выдохе он расслабляется. Вы аккуратненько смещаете голову. Вентеродорзально. И происходит кивочек. Вот этот кивочек нам и нужно восстановить, если было ограничение движения. Пожалуйста, работайте. Томаквирис создаёт как суставная неграда. Практически на уровне. Направление ротации создаёт стольчик сюда и мобилизация в направлении ротации. Нейтрально. С головам нейтрально положено. Захватывайте подбородочек, либо чуть-чуть повыше. Здесь захватывайте и сколоволу, потому что вы можете не было сочинения нижней части. Пальчик ставите на поперечный опрос. То, что мы стали сегодня делать. Значит, ощущение будет и здесь немножко, в пальчике, и здесь. Но как нам с вами выбрать движение? Мы же так ничего не проверим. Потому что будет колебание в других сегментах, и нам нужно создать что? Акклюзия. Для этого мы делаем полностью ротацию. В нейтральном положении. Пожмём к своей внутренно-клеточке, помогать ему. Полностью до борьеры. После чего, смотрите, здесь явно фиксация. Итак, пальчик на поперечный опрос, где мы научились. Ротируем до барьеров. Можно даже немножечко плечо удерживать здесь. И смотрим, что голова не пружинает. Фиксация в этом направлении. Ставлю. Может, правда, это аномалия под меня. Очень жёгкая довольно. Надо не посмотреть, что с другой стороны. Опять ставлю пальчик на поперечный отросток. Так, ладони, так. Я всё время клебетов всё-таки стала коровкой. Ну вот, надо вот так же хоть, всё-таки, когда не будет смещаться. Нижняя часть, ну, вы знаете, как-то не смещается. Да, ладно, ладно. Да, ладно, ладно. Поэтому, конечно, я думаю, правильнее, конечно, поставить. Ну, берем, пусть их сожмёт, чтобы всё-таки двигать далеко. А больно, мы же, не расслаблены суставы, но, это, поэтому, я просто пошёл, так, лево, сместить до состояния барьера. Посмотрите, какая разница. А здесь чеснечко есть хорошая, не лучше, она нормальная. Соответственно, здесь проводим мобилизацию. Два варианта воздействия. Более деликатно, более корректно. Когда синхенезия глаз делается вверх и внизу считывается, это более мягкое воздействие сустава. И в противоположную сторону это будет больше мощное воздействие. Итак, проблема в эту сторону, да? Говорим, посмотрите в левую сторону. Посмотрите в лёгкие боворотом головы влево. Напряжение здесь. Вдох. Вдох. Расслабьтесь. Посмотрите в правую сторону. Влево. И аккуратно. Аккуратно. И тресно. И еще добрый. И помните. Более мощное воздействие. Легкое. Посмотрите вверх. Вдох. Вверх. С легким заброгенем. Но она всегда немножко получается. Не может запускать по центру. Расслабьтесь. Вниз. И выдох. Не трогайся вверх. Всегда нужно вверх. Вверх. Посмотрите в левую сторону. С лёгким бородом головы. Вдох. Вдох. Посмотрел. В правую сторону. Медленно. Не спешите. Опять ждем. Не надо слоя. Еще раз. Вдох. В левую сторону посмотрел. Вновь с легким бородом головы. Влево. С легким бородом. Рассладываться. И выдох. Вправо. Вправо. Уже в барьер. И так несколько раз. Как правило, я рекомендую возвращать гуру в исходном положении через сопротивление. Задавите и возвращайте. Более правильно. Более адекватно. Когда сразу идет воздействие. Вывели состояние. Вывели состояние. Опять же, неадекватно. Так лучше. И так снова смотрим. Оцениваем в эту сторону. Может еще кто-то и придет. Если что. В барьер. Оцениваем в эту сторону. В барьер. Но хуже пока сегодня еще. Несколько раз. Все-таки это не аномалия. Потому что она потом с двух сторон. И убедите, что объем у него. И убедите. Оцениваем в эту сторону. И поженение. Там что это что-то появится. Но еще проводится. Понятно? Все. Начинаем выполнить это вопрос. Здесь стоят. Как нам выполнить из нейтрального положения ретрофлекции не удастся. Потому что все остальные сегменты начнутся вещаться. Опять делаем оклюли. Посмотрите, как мы располагаем свою руку. Так располагаем на черепе, чтобы поперечный отросток оказался чуть ниже. Между этими пальчиками. В области этой вилочки. Чуть ниже. Поперечный отросток первого подвонка. Первым, вторым пальчиком. С двух сторон равномерно. Одинаково. Вот мы взяли голову. Теперь между первым и вторым. Видите? Чуть-чуть ниже. Вот поперечный отросток. Вот и два вилочки. Видно? С этой стороны тоже самое. Одинаково. Чтобы сразу можно было с двух сторон это сделать. Итак, делаем максимально возможную ротацию. Да? Она получается практически 90 градусов. Создали напряжение. И вывели все скрутили позвонки. Теперь вышла. И снова садим. Теперь смещаю голову латеролатерально. До пружини, до барьера, преднапряжения. И после чего смотрю пружини. Вот тоже на минимале. Латеролатерально, подчеркиваю. Вы делаете латеролатеральное смещение, а происходит кивок. Головы по отношению С1, по отношению к отлакову. Соответственно, с этой же стороны. Сместили до барьера и потворили пружину. Видите, какой пружин. Мякренький, небольшой объем. Если есть блок, то из этого же положения давайте моделизацию. Взгляд перед собой, никуда нечего не смещаем. До глубоких. До глубоких происходит напряжение этих мышц. Расслабится. И медленно выдох. И на выдохе вы аккуратненько смещаете руку в латеролатеральное направление. Второй рукой чуть-чуть выполняет в латеролатеральное направление. Ещё разочек. До глубоких. И расслабится. Выдох. И вы от выдохи правильно смещаете полу в латеролатер. И как шоколадочка тоже чувствуете. Голова идёт, идёт. Определённо подъём. Работает. Указательный пальчик. Цену отсадится. Никуда. Никаких указательных пальцев. Вилка есть. Чтобы у вас вот середина этой вилочки находилась на уровне и чуть-чуть выше поперечного отростка. Постигнули, что уже здесь его поперечный отросток будет находиться чуть-чуть выше. Так, вы ставите пальчики на среднюю линию, где-то примерно на 2,5 сантиметра, на среднюю прям липу проведённую, да? И пальпируете. И должны определить, что с одной стороны будет ямочка, с другой стороны будет выстояние. Итак, пальчик, а нет. Значит, помните только о том, что он правильно повернул голову. О том, что верхние четыре позвонка участвуют в ротах. Поэтому лучше на лоб, чтобы он положился в голову. Если вам постоянно будет выпадать. Итак, я пальпирую, нахожу, что с одной стороны имеется углубление, с левой стороны, а с этой стороны имеется некоторое выстояние. Теперь я должен убедиться, правильно ли я нахожусь на этом позвонке, расперечного отростка этого позвонка. Я ставлю пальчик, а это у вас здесь немножко болезнь, да? Ну, конечно. Болезнь. Ставлю пальчик. Ставлю свои пальчики на остистый отросток и нажимаю на этот остистый, на поперечный отросток и получаю колесо. Остистый отросток. То есть действительно, значит, я там, я на нём, всё окей, всё правильно. Так? Ясно? Значит, вот тут теперь вы пишете, что здесь у него имеется плюс выступания, да? А здесь у этого отростка имеется минус? Один какой-то возник. Один. То есть вы нашли сейчас, скажем, опять же, там два позвонка плюс. Какой-нибудь, разберите один, если сможете, с двумя, пожалуйста. По отношению к ниже и выше. Всё теперь мне ясно, что у него имеется... Расскажите, мне кажется, расколется ротация. Имеется ротация вправо, а блок куда будет? Блок или ротация вправо, а трансферсия. Не надо ни вратации, только ротация. Только мы говорим о ротации. Мы говорим, один, два, а не право. Значит, если позвонить, значит, блок вправо. Значит, заполнил бы к стене, а не действие, а просто, к правилу такое, всегда смотрят в сторону блока. А вот, да, очень просто. Вот, посмотрите. Значит, если он стал телом, мы говорим, да, вот так мы нашли, кстати, такой нашли, Стас? Ну, да. Согласен? Значит, тело повернуло справа, позвонок ротирован, мы говорим, вправо, а имеется какая-то проблема, встать его в левую сторону. Значит, блок в ротации, влево, да. Согласен? Ещё раз, когда тело повёрнуто вправо, повёрнуто вправо, согласен? Правая сторона здесь. Мы говорим, астистый отбросок всегда в сторону блока, что он не может встать вот сюда. Что-то мешает ему вернуться в это положение. Значит, функциональный блок влево, влево, ротации влево. Непонятно это? Потому что вот здесь же открылся. Сейчас даже мы не говорим о том, какой открылся козакрылся. То есть мы говорим о том, что позвонок стоит исходно в нейтральном положении с ротацией вправо. Вот я кругом вам сейчас сделаю. Мы не говорим даже, какой сейчас суставчик. Он не может встать, у него имеется функциональный блок в ротации. Вы говорите, позвонок стоит в экстензии, да? Значит, у него что будет? Блок в облегче. Он встал в экстензии, он не может вернуться в экстензии. Он стоит в облегче, вы говорите, что? Блок у него не может в экстензии. Он в флексе у нас в позиции в исходе. Теперь он встал в ротацию вправо. Он не может встать в ротацию влево. Значит, не надо говорить какой-то, пока. Давайте не будем забивать. Потом вы еще с этим будете разбираться финансы. Пока вы должны определиться, что имеется блок влево. Значит, чтобы поставить позвонок, что вам нужно сделать? В правом. Нам нужно надавить вот этот выступающий поперечный отросток таким образом, чтобы позвонок вернулся в нормальное положение. Но очень важным нюансом вот этого надавливания является тракционная компания. Я бы сказал, пока не забивайтесь в игру лоса. Это нужно, это важно, но пока это упростит ваше представление и даст очень грамотный такой подход лечебных ваших методик. И так он стоит, и так вам нужно надавить на него таким образом, чтобы он встал сюда, во-первых, да? А во-вторых, растянуть два смежных позвонка, чтобы высвободить все структуры, и тогда любой компонент, другой, тоже придет, что? В норму, в норму. Вы надавили на этот поперечный отросток сюда, например, в вентральном направлении, и он, соответственно, станет в норме. Так? Пока понятно? Итак, сейчас задача ваша. Ищем у каждого конкретного позвонка смещения, ставите стрелочкой в какую-то сторону. Соответственно, ставите плюсики-минусы на уровне поперечного отростка. Итак, мы с вами разобрались с проблемами, которые могут выявляться у пациентов в апплясе, и посмотрели активные и пассивные движения, и отметили, какие сегменты имеют проблемы. Особенно те, которые имеют болевую реакцию. Мы с вами разобрались с экстензией, пассивные и активные движения, и отметили позвонки, здесь один следующий сегмент, где преимущественно ограничена экстензия, где этот позвонок имеет максимальную болевую окраску. И мы с вами договорились, что позвонок может иметь ограничения в ротацию, но может исходно находиться в нейтральном положении. При патронном вы не определите в нейтральном положении, что здесь есть проблемы. Поэтому таким пациентам что вы здесь делаете? Сразу про демобилизацию в том направлении преимущественном, в котором вы выявили ограничения в направлении флексии экстензии. И здесь вы легко справитесь с этим ограничением, и восстановите позвонок. Но там, где есть исходно фиксация позвонка со смещением его соответствующих структур, со смещением суставов, вы должны сначала выполнить мобилизацию, восстановив эту ротацию. То есть вывести позвонок исходно в плоскость, в которой нам будет в дальнейшем очень просто справиться с его проблемой. Для этого выполняется трехплоскостная, крестообразным приемом мобилизации. Еще раз подчеркиваю, что ваша задача при выполнении мобилизации заключается в том, чтобы столкнуть позвонок, толкнуть на его выступающий поперечный отросток, который вы продиагностировали, так, в сторону, чтобы он встал в исходную позицию, в исходную нормальную позицию, но при этом выполнять что? Растяжение, тракцию. То есть создать такое движение в позвонке, чтобы растянуть его, если он так был, и поставить его на место. И для трофлексия, поверьте мне, которая была исходна, которую тоже можно определять по остистому отростку, встанет в нормальное положение. Встанет в нормальное положение. Как правильно. Столкнули, посмотрели, пропальпировали, восстановилось, все хотите, просмотрите, легче, не восстановилось, проводите мобилизацию соответствующим правом. Сам принцип понятный подход, да? Все. Так, давайте подумаем, как же мне поставить руки, вы нашли у этого подворца, да, допустим, пятый подзвонок, где стоит, оттистатротный. Мы говорим, что позвоночный двигательный сегмент будет какой? Вы стоит в поперечном отростке. Какой? Значит, пятый, шестой, да? Значит, мы должны растягивать между пятым и шестым, да, не вот этот позвонок. Между пятым и шестым. Всегда мы говорим, что выше расположенный позвонок смещается по отношению ниже расположенным. Как мне нужно поставить свои руки, чтобы растянуть и создать возможность давления на этот поперечный отросток, чтобы он ушел куда-то. И центрально, да, соответственно, позорок занял исходное нормальное положение. Надо на стиске поставить, наверное, на поперечный отросток. Нет, на поперечный. Сколько поперечный? Итак, например, смотрите, я ставлю гороховидную козу своей одной руки на поперечный отросток смежный, да, который, как правило, находится с противоположной стороны. То есть вы поставите на одноизненный, у вас ничего не получится, да. На противоположный. И ставлю гороховидную косточку на соответствующий, выступающий с моей стороны поперечный отросток. И буду теперь выполнять движение в растяжению тракцию, да, и преимущество, скажем, на выдохе буду давить преимущественно левой рукой, левой гороховидной косточкой, чтобы позвонок встал на место. Ну, видите как, под себя как-то так, не очень ловко, не очень удобно мне с этой стороны. Поэтому целесообразно зайти с другой стороны, что правая ваша рука, ведущая рука. Вот я смотрю, если у вас зайти вниз этой стороны, да, поставить свою правую руку на, соответственно, выступающий поперечный отросток, вот он, это поставить так. И выполнять движение. Не так, я поставил гороховидную косточку так, здесь насмежно. Пациент делает вдох. Ну, исходно вы сначала сместили руки, создали напряженность в этом сегменте, то есть сместили их вентральность и уже потянули чуть-чуть. Так. Теперь пациент делает вдох, я не упускаю этого напряжения, я удерживаю. Ты поднимаешь, грудная клетка, да? Согласен? Я удерживаю. Затем он делает выдох. Я ухожу за этими позвонками, при этом растягиваю и преимущественно давлю правой рукой. Вот эту руку давлю в каком направлении? Вентра какого-то краниально, да, вентра кранино, ну, латерально, давайте еще сказали. В трех направлениях, чтобы его поставить туда. И он часто сопровождается щелчком, чик, таким мягким, совсем плавным, шоколадочным щелчком, чик. Или это совсем не обязательно, главное, опять же, восстановление. Движение, восстановление вот этих суставных, параллельности суставных элементов. То есть, повторяйте, все. И вы смотрите, после двух, трех, пяти таких мобилиционных воздействий. Итак, пожалуйста, любой, теперь разбираем с новой ситуацией, у кого вы нашли несколько. Итак, вы получили, это какой позвонок у него, пятый? У него пятый позвонок. Вы получили, что имеется смещение. Совершенно верно, проверяем еще раз точнее. Вот так, смотрите, коллега, глубоко пальчики вводите, вот так. Поверху здесь, смотрите, а подвести сбоку. Можно и такое движение сделать, пожалуйста. Да? Ну, видите, когда вот я поставил, так сразу мне сразу в этой плоскости я четко ориентируюсь. Здесь, здесь и здесь, да? И чувствую, что этот, посмотрите. Теперь дальше мы с вами договорились, что у этого поперечный отросток будет находиться. Здесь, на уровне следующего естественного тросочка, да? Мы его находим с вами. Вот. Проверяем, правильно я стал. Колебание четко очень колеблется. Видите, пальчик держится на естественном отростке. Я подвигал. Наверняка болезненно это у него движение. Болезненно, да? Можете сейчас положить в голову, вам как удобно. Уже я определился, теперь для меня это не важно. Итак, я ставлю правую руку, вот как я посмотрел. Второй вариант зашел, да? На этот поперечный отросток, с раховидным отростком. Нашел его и четко установил. О, проверьте еще разочек. Вот она. Вот, раховидный отросток. Четко установил здесь. Так, теперь, соответственно, левую руку ставлю, куда? На ниже, на смежный поперечный отросток. Опять эту раховидную отросток поставил и установил на соответствующий смежный поперечный отросток. Теперь что сделаем? придавил опять же вышел не на ткань не ткань растянул поверхность до кожу подкожную клетчатку там что-то еще а что на косточку вышел то есть на структуру на позвонок так чтобы хорошо чувствовал и растянул создал тракт теперь прошло сделать вдох удерживаю это напряжение выдохнул и пошел с ним за выдох за выдохом опять же сдавливаю и слегка растягиваю еще раз очень вдох удерживаю выдох смещаясь за позвонком не пускай сдавливаю и растягиваю но больше давлю я думаю доктор чувствует что правая рука больше давит у меня нежели левый еще разочек можно подержать вдох несколько секунд к варианта исследуя и в конце можно делать небольшой такой толчок после трех четырех пяти таких либо без толчка просто сделать несколько раз и поверьте если вы в хорошем будете состоянии напряжения находиться позвонок обязательно станет на место если там не мощные какие-то структурные изменения а вы это тоже почувствуете там где структура имеется какой-то так еще раз и так мы определили что астистый отросток находится с одной стороны он смотрит в сторону блока соответственно с противоположной стороны будет выстоять все определили где вы стоит поставили под правую руку зафиксировали и начинаете работать до глубокий выдох на выдохе уходите уходите и давите преимущественно ту рукой которая которая у вас находится на выстоящем поперечном все работают я к каждому самым удобным зоны этого отдела где можно ну встретить здесь уже вверху другие методики которые касаются сушения на можно рапорционный приемник который для перехода соседа шагина вторая ваша задача определить нужна есть ли смещение вратах явная которая диагностируется пальпацией но после того когда вы увидели определите сегменты которые имеют проблему в плоскости соответственно с обитанием есть вы пальпируете соответственно либо трасс смотрят тебя на мой взгляд несколько удобно но это уже как будет получать нашли ситуацию что имеется некоторое смещение еще раз повторяю что это не такое смещение минимальное некоторое смещение какого то есть то вопрос например значит вам уже я и у механики что поперечный отросток и такой ситуации должен быть стоять вы это дело уточняете получили что вы стоит поперечный отросток например это пятый скажем грудной позвонок ревы естественно вернуть позвонок в исходное положение нейтральное положение я немножко упрощаюсь что чтобы не забивали голову какой вот этот сустав этот сустав сестра ясно нужно взять тело и вернуть в исходное положение но чтобы устранить другие направления проблемы эволятор флекс вы должны понимать что любая техника вообще подчеркиваю что любая техника на любом среднем грудной поясничный чтобы вы не делали она предусматривает помимо того конкретного движения элемент тракции всегда то есть не только смещать в поясничном отделе выполняете там флексион мобилизацию или экстензионного функционера вы должны не только смещать нижние отделы верха в зависимости от техники а обязательно чтобы был элемент растягнет тогда позвонку проще вернуться в нормальное адекватное положение так и здесь ваша задача будет не просто толкнуть больше рукой которая будет стоять на левом поперечный отросток а соответственно еще растянуть два смежного позвонка опять же мы говорим что этот пятый будет смещен по отношению ниже спорта так принято на левицей так принято пюре механика когда ты продумать как поставить оптимально чтобы удобно было право чаще всего хотя если вы можете чуть-чуть хорошо работают ради бога поставить свою руку чтобы растянуть два соответственно максимальный факт глубокой фазе выдоха делаете усилия на этот настоящий перечный отбор но исходно ставите руки ставите свою исхода сначала углубляете их метрами не растягивать ничего то есть сначала создать напряжение своих мест которые вы контактируете с позвонком на конкретном сегменте уйти туда глубоко уйти в сустав да а затем делать что второе движение растяжение состояние напряжения затем начинаем дышать вдох на выдохе оперу тянут но больше дарит а рука у которой стоит задача толкнуть соответствующий выступающих личный отросток вентра например лакара краниально это делается несколько раз на глубине третьего там и четвертого раза можете потолкнуть ночь часто то многим делать получилось но это не обязательно главное уменьшение болезни если проблема была преимущественно ставить преимущество и аффекта вы поняли что очень трудно мы пытаемся разводить чтобы отчетка поделить преимущество мышечные компоненты ли сустав иногда это сложно иногда в равной степени вече стабиль сон и сразу выполнена технику болезни позвонка как правило уменьшается болезнь при пальпации поперечного отростка уменьшается или остается на пища а если он остается то есть понятно после этого когда выполняет технику теперь мы возвращаемся снова пишет творческий такой процесс работают эти пабылика будет хорошо получать завидую снова возвращать и смотреть и пациенту будет нравится такая так знаете хотя не привыкли к щелчка но сейчас уже многие еще дают пояса приходится а вы как работаете вы дергаете вырвете или мягко делаете постепенно у них будет очень четко одно мнение в таком доме который нежный мягко сам кайф от пальпации которого будете делать однозначно трудовольствие что было положительным всегда эмоцию таких пациентов тогда дальнейшее вы смотрите теперь снова возвращаетесь к этим компонент сохранился экстензионный компонент не ушел врата все благополучно а экстензия сохраняется я уточняю руки за голову так ну пожалуйста ну и камера что-то немножко быть там чуть пониже всего на нижней шее ну и так снова я нахожу я уже буду знать какой конкретный сегмент да уже с ним работал мне уже все нарисовано и ту же сразу тетрадочку чтобы не забыли нахожу исследовать смотрю так здесь сохраняется проблему остается экстензионный компонент дайте мне ручку болезненность допустим пациента да это мой болезнь болезнь так я себе отметил эту зону начертил или отметил астиско тропочек укладываю на руки за голову точно так вывожу двигатель на волну подвожу к этому точно так же как и следует так же вот наша задача была потолкали тот момент когда волна подходила двигательной из-за направления экстензии к этому этому себе сместил то барьера теперь пациент делает вдох и толкает локтями на мою руку то есть обратно не пойдет экстензии мы сначала напрягаем противоположное направление он дает во флешу надавил локтями еще раз надавить до раз два не очень средней силы чтобы только напряжение здесь было знаете такая расслабить расслабить и на выдохе вы аккуратненько вы сидите как мягко и плавно либо вот такая позиция вы стоите будьте добре вот я стал непринципиально зафиксировал сюда мне еще даже лучше его осталки захватил этой рукой опять он нейтрально было выявил я движение в этот сегмент опять вдох надавил пожалуйста вдох вдох встали стакнулись удобно видите вот ваше и на поддвижение вы можете выдохнуть перед силу тебя переносить направленном опять пошел на выдох но нижний позвонок отталкивать отталкиваю еще разочек так ну расслабился расслабился расслабиться должна быть команда всегда видите запомните расслабить только после этого хоть как бы выдох выдох я плавно плавно выдох выдох подхожу к этой зоне оттягиваю позвонок вот вот еще немножечко остается надавил 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 удерживаю 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 расслабиться расслабиться и медленный выдох и аккуратненько усиливаю экстензию отталкиваю соответствующую часть из так роста таким образом добиваясь восстановление подвижится понятно либо с этой стороны можно стать здесь у вас будет желание соответственно поближе вы положите к этому краю чувака не поближе с этой стороны пожалуйста видите непринципиально здесь опять же взял вот что делал все три позиции они несут один и одну и ту же задачу решения но четко чтобы ваш пальчик оттаскиваю немножечко от подвонов в проданном направлении да и опять вывел исходно с этого положения начинаем работать понятно все одинаково как вы ставите ниже 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 то есть получили что здесь что здесь имеется проблема вот в этом сегменте да вот в этом сегменте то есть вот этот позвон был самый болёчий да вы соответственно ставите что на ниже лежащий чтобы этот заставит двигаться точно так же да они живет очень мягкое смещение посвящение небольшое у нас поцаранкой очень хорошо принимается локти смещаем и восстанавливаем подвижность но не восстановилась а можно взять сам позвонок который имел проблему и стал подвищать в этом направлении не пошла мобилизация не получилось так ничего вы его точно так же будете смещать в то направление куда он и шел и точно так же вы уложили пациента и поработали уже только с этим если вдруг не получилось вдруг не получится с руки сам позвонок захватили теперь сам который имел проблему точно так же выявили дошли движение до него создали напряженность пациент давит руками чуть-чуть не надо сидел я вот его кажется что тебе ничего подобного совсем внимание только создался удобную позу так чтобы моя поясница не перегружалась расслабил выдох и аккуратненько на выдохе и его давать движение и его смещая вместе с выше расположенным с тем позвоночником и соответственно этот позвонок смещается также на правильную стензию еще разочек надавил слегка надавил 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 отпустился и примедленный выдох опять движение и сам позвонок смещают лентрально и происходит его экстензионная компонент есть ли в первом варианте не получили положительный динамичный механический так он флексионная флексионная очкали к всем вам что почему мы уложили пациента почему уложили не стали выполнять можно же реализации в таком положении тоже можно в принципе да когда вернулись расслабился и вы аккуратненько начинаете выполнять экстендер в принципе это возможно но хуже потому что гравитационное влияние выше расположенного туловища плеч головы на сам сегмент приводит компрессии всех структур и частности со стороны поверхности нам это не нужно нежелательно поэтому мы разгружаем и вкладываем пациента на бог и легко свободненько работаем положение лёжа не нужно пролить а вот для а для если не шоу не там мы сближали суставные а здесь уже на ворот растянутых теперь такая поза сама сам бог или гравитация нам будет идти на 1 пользу она будет помогать движение с руками будет восстанавливать опять же подверг и там оцениваем вновь и позвонки которые вы где-то находили что была проблема в объекте посмотрели что какой-то позвонок она не идет фиксируете соответственно ниже расположены опять же ниже расположены а здесь то от роста смотрите исходно было так теперь выводите двигательную волну к этому позвонку и движение подошло здесь держите голову теперь пациент что идет вдох обратное движение вдох надавил напряжение чтобы не надо сильно хорошее напряжение теперь выдох и я аккуратненько утягивает улочек вперед на пальчики и надавлю и восстанавливается проблема и не думайте что очень мощное сильно совсем слегка но только чтобы на позвонок давили на ткани еще очень вдох вверху посмотрите не очень сильное давление потому что я почувствовал здесь напряжение вполне достаточно что ткани все напряглись теперь выдох здесь можно расслабиться не говори в этой ситуации найти аккуратненько я утягиваю позвоночек смотрите за эту зону вот вот еще разочек из этого же положения надавил руки оставляю жесткие и выдохнул опять вилочка утягивает вы должны зафиксировать ниже расположен и растянуть эту зону заставить этот позвонок вместе со всем выше расположенным позвоночником уйти в ответ для этого мы фиксируем так или так или так как удобно главное чтобы у вас была возможность вашими пальчиками слегка защищать позвонок ниже расположенным направлением а здесь что голова да локти плечи вывели двигательную волну исходно подошли к этому сегменту так чтобы не здесь это движение в опекте было неверку а движение подошло к этому все первое пациент напрягает да пытается сделать экстензии напряжение где-то в этой зоне напряжение тех мышц которые тоже имеет спазм и они нам будут помогать расслабление будет восстанавливать подвижность фиксируем направлении этого позвонка и так во второй фазе вы аккуратненько давите пальчиками к удальному направлению а ваши ваша рука расположена сверху на локтевые поверхности там и предплечье смещаете направлении и все должны почувствовать что здесь именно движение здесь именно на трактах наступило они где-то выше только почему надеюсь на то что здесь вы фиксируете здесь есть века здесь все вместе с блоками с какие-то локальные и правильности все уйдет вместе него и вот этого движение тебя же происходит тракция тракция за счет это же гравитационный момент на праздник восстанавливается рассматривает опять же преимущественно экстензионные проблемы да когда экстензия но и как показывает опыт и практика иногда когда вы видите проблему флексию все равно выполняет этот прием получаете эффект потому что он помогает достичь опять же тракт растяжения в соответствующем блокированном позвоночном сегменте и так вы всегда должны стоять исходно выше пациента здесь чуть-чуть низковато для меня но это не важно выше то есть ваши плечи должны быть лучше но когда вы фиксируете твои грудной клетки соответствующую зону то вы всегда сгибаете ноги и ваш ваши плечи должны стать на одном уровне чтобы вы создали исходно смещение своего туловища вниз вертикально вниз и затем когда будете выполнять технику будет смещать туловище вертикально вверх и еще в нейтральных направлений и так укладывайте валик вот есть такой поролон с краями лицами острыми да прямыми углами это даже будет лучше укладываете валик на нижний на нижний позвонок где имеется проблем затем фиксируете эту зону грудью но той частью которая вас увереннее себя чувствует это может быть слегка сбоку до ребер на грудинная часть либо чистая грудина чтобы создать какую-то здесь наибольшую контакт вашего тела так я пока хочу чтобы вам показать следующий там вы фиксирует опозицирует вы фиксируете шею пациента и голову проводя руку через подмышечную область то есть не руку сначала затягиваете а сначала укладывать и так чтобы вам не имеет значения либо это не принципиально и теперь вот ту руку под которую вы проводили свою фиксировали своей ладони голову вы будете выводить противоположную подмышечную область таким образом чтобы кисть была направлена строго на эту зону потому что если вы потянете куда-то кверху не произойдет напряжение в этом сегменте либо куда-то внизу соответственно то же самое теперь смотрите что это нам дает здесь вы поставили есть грудной ответ теперь вот через вашу руку особенно когда вы производите натяжение это происходит мощное напряжение благодаря натяжению каких мышц нежноопаточных мышц ромбовидной соответственно пиццеридной верхней грани средней порции нижней порции эти происходят создать максимально здесь напряжение чтобы ваш этот толчок рационный дал соответствующий результат и так теперь уже выполняет становится находит уровень чтобы ваша грудная клеточка фиксировала четко здесь теперь отпускать свою руку хочу вот какую руку вы будете учить еще важно не скажу ну у него есть проблемы в плече больше у вас может быть какая-то рука тоже не беспокоит вас тогда вы пойдете на вас и так зафиксировал теперь взял кисть и уважаю строго независимо где она будет у вас вот здесь будет находиться то есть вы примерно уровень вывели на этот соответствующий сегмент и создали напряжение напряжение чем натяжением руки и смещением грудной клетки теперь пациент делает вдох до глубокий вы удерживаете это напряжение расслабиться и выдох и на выдохе на максимальной выдохе делается вот такой толчок то есть смещать туловище вертикально вверх и вперед и натягивая на себя соответствующую руку через которую была фиксация шеи часто сопровождается щелчком но опять не обязательно что в данной ситуации и поэтому я сразу поставил в сторону где у вас было отмечено я еще повторяю делается движение вертикально вверх и вперед то есть вертикально вверх и вентрально да при этом руку смещаете дар 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 чтобы усугубить напряжение тогда здесь и происходит растяжение соответствующего сегмента еще раз зафиксируем руку сначала бросать вы удобно ставить их важно что вы фиксируете шею руку так фиксируете руку выводите на уровень создаете напряжение вдох максимальный подержали маленько выдох идете за напряжение не упускайте напряжение да и потом делать его такой толчок досматривающий два вышесказанных видов пожалуйста как правило эта зона больше всего движется вращаем и здесь возникают блоки ротации ваша задача определить какую сторону преимущественно имеется проблема используется изначально изначально ориентировочно-ротационный тест вы посадили пациента сердце вверху используется ориентировочно-ротационный тест по линии над плечей посмотрите поворачиваю в одну сторону и определяю какова каков каков угол поворота линии над плечей в одну сторону и поворачиваю в другую сторону посмотрите до барьера здесь вижу почти вертикальная линия а здесь имеется торможение значит имеется проблема ротацию вправо при этом смотрим где здесь движение движение ясно что где-то вот здесь имеется ограничение да так посмотрим как в эту сторону где у него было более не хорошо идти здесь повыше движение вот до куда дошло видно да вот бы ариентировочно то есть теперь мы должны с вами уточнить какой позвонок какой сегмент преимущественно имеет проблему что опять сделать посмещать болезненность найти это может быть 10 11 11 12 12 12 1 основном вот эти три сегмента мы говорим переход да d10 l1 или даже некоторые специалисты л2 что функция очень подобная я значит если мы с вами получили проблему в какую-то сторону например в эту сторону да что мы можем предположить с вами что какой-то позвонок по отношению к ниже расположенному не смещается в ротацию примеру в левую сторону да не смещается в ротацию влево согласно значит астистый отросток не идет в правую сторону не смещается тело влево астистый не идет либо исходно что он стоит не идет мешает нет ограничено движение в этом направлении нет разница ограничения движения то вы представляете себе что астистый отросток не идет в эту сторону а может располагаться где-то здесь да по отношению скажем ниже и по отношению к выше расположенному да исходно согласно то есть он не встает не идет мешает нет ограничено движение в этом направлении значит в этом направлении вы должны выполнить что мобилизацию не буду я заострять внимание сейчас на полькаться астистый отросток много вы уже это делали этот астистый отросток например одиннадцатого позвонка там двенадцатого не шел по отношению к первому сейчас что должен сделать зафиксировать первый чтобы опять вот эта двигательная волна не уходила куда-то в таз да то есть я фиксирую есть два варианта фиксации так либо гороховидной косточкой так либо гороховидной косточкой должен подойти к этому сегменту вывести его более активно что для этого сделать небольшой все небольшой флекс и вот тогда вот это с флексией ротация с фиксацией что нам даст даст возможность восстановить вам бы только скорее бы манипуляцию можно и мобилизацию и так фиксирую раз руки за голову руки за голову за голову создаю расслабься некоторую все 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 плечи теперь ротирую максимально до барьера прошу пациента сделать вдох поворот вправо вдох поворот вправо туловище головы и глаз не сильно не сильно это сильно уже расслабиться не выдыхая расслабиться и медленный выдох и я выполняю ротации опять же немножко подтягиваю тело страх еще раз вдох вправо расслабился лево выдох медленно медленно опять расслабился тракции тело как бы оттягиваю да и есть есть необходимость в конце движения делайте вот этот толчок который вы очень любите включать 9 пишу что он здесь положительный только с левой стороны что произойдет обратная ситуация обратная ситуация когда то же самое такой же вернее ситуации для диагностики на такая точно будет только уголовительный действие вы будете находить что винт дорозальное смещение основание слева дорозальное смещение основания слева экстензи односторонний следующий давайте попасть сюда односторонний то есть то же самое все только через минуту потому что мы фиксируем опять перенесли в эту сторону все остается такой же значит дорозальное смещение основания крестца со стороны дисфункции и вентральные нижнего угла поможете обрисовывать рубежки смотри совершенно верно сколиоз только будет вогнутость тут выбор будет он все останется по прежнему сколиоз вогнутость сегодня положение на животе это все положение на животе нога соответственно что здесь будет чуть короче положение только положение на животе половина спине ситуация меняется не будет разницы минимально с бороздкой что будет морозка бороздка будет соответственно менее глубокая часть противоположных статут углублений получается обратно если мы показали вам что здесь главное односторонний то получается здесь вот эта ситуация то же самое только положительный тест не здесь не с этой стороны а с левой стороны все тоже и так повторяем дорозальное смещение основания крестца со стороны дисфункции вентральное смещение то есть углубление пальчика со стороны дисфункции бороздка будет более мелкая сколиоз вогнутость со стороны дисфункции и чуть короче нога положение на животе со стороны дисфункции ну это не будет все предусловить эффекции стенденции минимально дисфункции немножко смысл коллеги никак не может понять без принципов не надо как же помните андреев не могу пост все дела так и вы надо потом пришлось там не пытались заставить следующий передняя торзия передняя торзия она может быть вправо и влево она может вправо и влево соответственно вокруг правой и вокруг левой косой оси как правильно оценить сторонность косой оси где она проходит в основе завтра в какой основании через сторону основания проходит это 8 итак что будем мы например мы возьмем с вами переднюю торзию переднюю торзию вот такую ситуацию возьмем переднюю торзию в левую сторону передняя торзия то есть вот этот конец шок вперед где будет положить это все это здесь с этой стороны и справа совершенно верно меняем снова положительный фиксионный звезд будет здесь передняя торзия ушел вперед правый край это получается передняя торзия в какую сторону повернул здесь к вам влево вокруг какой оси левой косой оси можете так себе записать передняя торзия передняя торзия влево вокруг левой косой оси это движение нам проще осознать да то есть представить что он косо уходит вокруг этой оси крестец то есть это движение более физиологично более нормальным мы можем его представить да вокруг вот этой оси представляете да Дома потом всем сделать вот такие себе рисуночки, кристаллы, вернее, листочки, и представить еще раз вот это себе движение. Итак, если переднее здесь, мы говорим, да, влево здесь глубоко стоит пальчик, у вас напишем минус, соответственно, что будет противоположная область? Здесь будет стоять плюс. Согласны? Итак, крестец наклонился в эту сторону, соответственно, с правой стороны будет минус, противоположный угол, нижний угол креста будет выстоять дарзанин, приближаться будет к вам. Соответственно, что будет происходить с противоположным здесь углом? Ничего. Будет следующий факт. Вот когда вы уже вчера чертили со своей группой, вы тоже предлагаете на друг друге, когда будете следовать сегодня, значит, чертить плюсы и минусы при пальпакте соответствующих этих статей. Посмотрите, когда вы увидите картину, что у вас будет с одной стороны минусы, с одной стороны плюсы, односторонний, да, то и сразу кажется, что это тоже. Какая начинает разбираться? Тоже. Если у вас будет разноименные знаки, если у вас будет какое-то правило, скажем, что вы могли проще ориентироваться. Если будет разноименные знаки, то это будет что? Либо передняя флексия, то есть, либо диспенсия, одностороннее смещение грязи. Итак, дальше идем. Соответственно, что еще, какие еще могут здесь быть? Вот единственное, что я хочу задать ваше внимание, что, когда вы пальпируете, пальчики ваши должны уйти глубоко к кресту. Не ткань, то есть подождать немножко, когда ткань, похожая отмечатка кожи, волокна, мышцы немножечко раскладывается, да, и у некоторых у вас вчера в моей группе были неправильные оценки, поскольку не ждали, сразу поставили, подключили. Но опять же это коллеги, деликатно изменить. Бывают ситуации боли, смещение выраженное, и стоять нужно где? Себе прямо отметьте красный клиник, со стороны доминантного глаза, будете ошибаться, только со стороны доминантного глаза. Себе прямо отметьте красный клиник, со стороны доминантного глаза. Так же точно может быть глубже борозка при передней торзии. То есть понятно, что почему передняя? Потому что этот край впереди, и здесь положительный фрикционный ткань, да? Ну это будет торзия, куда? Влево, к нам повалок, вокруг лево, вот это вот, лево проведено через основание. Там перекрестный приезд газа-косет через 2-е, что он звонал. Значит, глубже будет здесь борозка. Глубже будет борозка. Ну такой вот разницы в длине ног, в длине ног, не определяется. Соответственно, коллеги, все то же самое будет, да? Если мы с вами опишем заднюю торзию. Перенесем сюда в фрикционный тест. Положительный фрикционный, вы рисуете новую картинку, следующую картинку. Положительный фрикционный тест. С этой стороны. Так? Только уже здесь будет ось. Смещение вот такое, назад, вокруг какой оси? Вокруг будет правая оси, да? Смещение кзади, вокруг будет правая оси. Вокруг будет правая оси. И, соответственно, это хочет быть. Итак, плюс будет стоять, то есть, торзальное смещение базиса, основания крестца с этой стороны. Где положительный фрикционный тест. Дорзальное смещение базиса, соответственно, с противоположной стороны, что угол крестца с противоположной стороны будет смещен. То есть, все, картинка получается та же самая. Угол креста будет стоять вентрально. Ну и, соответственно, здесь противоположный будет знак. Значит, итак, мы говорим здесь о задней торзе, поскольку положительный фрикционный тест... Все внимательно слушаем. Положительный фрикционный тест слева, и эта часть находится к нам назад. Теперь мы дальше говорим, что происходит. Мы говорим, ротация куда? Ротация будет, передняя часть к нам стоит, влево, вокруг какой могло подойти? Вокруг правая оси. В этом надо разобраться. Ходить, я прошу, очень серьезно, сегодня дома, проработать с этим ситуацией. Ну, если ответственно, вы можете сейчас описать и расписать, уже не будем мы это, такой точно принцип. Обратную ситуацию только взять торзе, наоборот, вправо, и здесь, задним, вверх. Я, значит, здесь бороться, что будет. Несколько мельче, несколько мельче в отношениях к противоположным сторонам. Следующая дискуссия. Двусторонняя плексия. Следующая. Двусторонняя плексия. Ну, это совсем просто, да? Мы представляемся, что крестец находится в каком-то положении, наклона впереди, флексирован вперед, наклонен вперед, и, соответственно, что мы будем получать? Мы будем получать плюс, чертимся снова, двусторонняя плексия. Получаем плюс. Минус. 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 Ой, прошу, прощения. Теперь вот видите, молодцы. Все хорошо. Нам успешно. То есть вперед ушел с вас, дальше. Минус двух сторон, и, соответственно, здесь будет два плюса. Но у нас восстанетчик. А флексированная плексия. Значит, флексированная плексия. Флексированная плексия либо положительная, мы говорим, с двух сторон. Но главное, что вы будете исследовать, суставная игра будет двух сторон нарушена. Суставная игра в крестцово-подвздошном сочленении, в изначении креста, будет нарушена. И вот когда вы покружините крестец в экстензию, в экстензию будет ограничение. То есть крестец встал во флексию. И что-то мешает им вернуться в экстензионное положение. Итак, суставная игра будет двух сторон нарушена. И когда мы смещаем весь крестец... Так, пожалуйста, подержите. Вот так. То есть мы смещаем крестец, поставили рубу основанию здесь, и пытаемся сместить его в направлении экстензии. Это пружинение будет ограничено. Что будет у пациентов с поясничным лордозом? Какая ситуация при наклоне лордоза? Будет гиперлордоз. Вот здесь, Виталий, здесь больше по клинике можно говорить о такой ситуации. Будет гиперлордоз. Герезонтальный таз, например, на плотаре. То есть, наоборот, так и сфиксирован, но крестец речь идет преимущественно о кресте. Мы говорим, дисфункция крестца подношевую к подвздошной кости. То есть, так может быть тоже наклонен вперед, но речь идет сейчас о кресте. Ну и, соответственно, коллеги, двухсторонняя экстензия, двухсторонняя экстензия будет иметь обратную картину. Когда здесь вы получите плюсы с двух сторон, плюсы с двух сторон, то есть основание крестца будет находиться дарзально, ближе к вам, а, соответственно, углы несколько вентральны. Визуально, опять же, вы получите в поясничном отделе ситуацию гиполардоза, более вертикальное стояние крестца. И у таких пациентов также будет нарушена суставная, пишите, игра с двух сторон, гиполардоз поясничного отдела, суставная игра с двух сторон, и ограничено смещение крестца в направлении флексии. Пожалуйста, коллеги, ну, пожалуйста, да, то есть вы фиксируете опять основанием ладони крестец, пытаетесь его сместить в направлении флексии, будет явное ограничение пружинения, смешение пружинения. Теперь клинические проявления и для дисфункции крестца, которые характерны, и для дисфункции подсложных костей. И для крестца, и для подсложных костей. Полезненность в области поясничного отдела, либо болезненность в области крестца преимущественно больше с одной стороны при односторонних изменениях, с радиацией в области поясничного отдела позвоночного. с радиацией в области поясничного отдела позвоночного. Пока можно выключить болезненность. Часто очень при дисфункции крестца и подсложных костей болезненность заключается в области скопчика. болезненность в области поясничного отдела позвоночного. Болезненность в области болезненность в области крестца преимущественно со стороны дисфункции. Есть ли односторонние изменения? Ну и сами понимаете, если с двух сторон то болит весь крестец, болит всего, когда такие пациенты часто попадаются, встречаются в нашем отделении. Боль и радиирует. Есть ли преимущественно заинтересованная верхняя окампина в ягодицу распространяется. И боковую поверхность бедра и поля боль может быть радиирована в ягодицу по боковой поверхности средней боковой поверхности больше преимущественно боковая поверхность заинтересована бедра и поля если заинтересована преимущественно нижняя капсула сустава нижний этаж сустава воздушного то боль распространяется по дерматому С1 то есть по задней поверхности бедра и часто доходит до боли со стороны дисфункции понимаете там есть функция со стороны дисфункции часто при пальпации болезнь 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 с креста триггерной зоны на уровне с 1 с 2 с 3 часто очень болезненность соответствует изменению скажем преимущественно изменения верхней капсулы это вы медленно пишите это спрашиваете повторяю поведен из креста соответствует изменению к если преимущественно верху то это будет с 1 или 2 если преимущественно внизу это может быть триггерный пункт болезнь или гидрологическая зона в области с 3 или с но вы жалуете что он больше если изменение группы и часто сопровождает изменение крестового воздушного схемения артрус то очень часто положительный будет симптом су образы положительный симптом слова розы пациент не может закинуть не может закинуть ногу на колено противоположным да но это позор завод на миле там в америку очень распространена то есть при проблемах дисфункции с одной стороны он не может закинуть либо что это закинуть вызывает болезненность определенную боль со стороны симптом то образы колено противоположным или это вызывает боль неприятные какие то ощущения если грубые грубый блок то очень часто болезненный болезненный ну а что просто болезненное переведение пациент из положения себя в себе положение что происходит что происходит очень большая нагрузка сустава они работают положение в истории он садится и часто отмечается болезненности стоя в сидя и сидя в сторону это дает четко боль именно локальная боль в этом сочленении у таких пациентов с односторонней дисфункцией крестово-подвздошном сочленении часто положительный абдукционный и абдукционные тесты в положении лежа на спине согнутой в коленном это заведленном суставах ноги стопа на уровне выпрямленной стопа на уровне колен и вот положительный будет абдукционных отведения то есть разница будет и боль разница в отведении с противоположной стороны и абдукционный тест приведение ноги соответственно идеально идеально что то есть будет разница наклона и соответственно в ответственность при выполнении этих тестов вот это только вместе 2 база есть 3 уже самой страны это не только тот либо тот или один говорить опять же как осталось ближе к поверхности передней и кстати сейчас они вместе или приятного ну и тоже есть здесь заинтересован сустав он это не сказал весь состав интересован тоже очень часто боль в паху подменили пробейте соответственно что он вылечит часто отвечает у подростков особенностью клиники является следующее боль боль глубинная моржащая боль утром которых я вам сказал скажем если талоны сочинения часто боль в животе отдает живот распространяется по передней поверхности соответственность и боль проблема гипермобильности крестово-подождь это боль в области самого но особенностью боль является следующее что боль как правило возникает утром или даже ночью почему потому что релаксация всего тела и собственное масло в зависимости от постели кровати происходит смещение усугубление того смещения которое вы диагностировали и соответственно возникают болевые ощущения далее когда пациент переходит положение вертикальное встает начинает двигаться активизируется его мышечно-сухожильная связочная структура боль уменьшается и при длительном вновь нахождении вертикального длительного когда он стоит что-то по делу опять вот такая идет интермитирующая какая-то кривая болевого ощущения характерная для локальных гипермарин и несколько слов о клинике крестово-копчиков проблем крестово-копчиков проблем крестово-копчиков при патологии копчика далеко не всегда боль в самом гопчике часто это боль отмечается в области крестово-подвздошного сочинения и в поясничном отделе и даже есть такое выражение что не успешное лечение болей поясничного отдела воздействия и как правило объясняется дисфункции крестово-копчиков сочинения дисфункции крестово-копчиков сочинения далеко не всегда правомерен диагноз куклы цепени так правильно который часто выставляет в таких ситуациях боль часто отмечается при длительном сидении при длительном сидении на жесткой поверхности в области копчика и соответствующих зонах о которых я вам сказал очень часто патологию копчика сопровождают запоры ул боль по высоте сейчас начать часто сопровождает патологию крестово-копчиков сочинения запоры у женщин дисфинарии часто отмечается болезненный половой акт и определенный процент критинзи связан с дисфункцией крестово-копчиков сочинения безусловно что копчик при смещении его вентально направлении вентально легче пытаемся сделать в корзальном экстензии будет болезнь чрезмерно смещение вентально-гатарзально часто может для тороплесия кубчиков но то что мы падаем на копчика начинаем с детства вы знаете очень болезненность копчика при смещении болезненность древато ранее очень часто там триберная зона причем мощнейший очень часто болезненно напряжена сакрофабиральная связка или крестово-горная связка при патологии также выделяются определяются триберные зоны больших ягодичных мышц в месте прикрепления вы знаете что при патологии мышцы не только подвожные кости кресту но и часть лун копчика вот эта зона имеет количество пунктов очень часто при патологии кубка есть напряжение и в груши и в груши мышцы и последний критерий который мы при длительной патологии копчика при длительной патологии копчика имеется так называемая подушечка в дистанции и копчика с уплощением крестца в соответствии в основном отделе значит подушечка это все битва такая продушечка в этой зоне увидите односторонняя флексия я согласен односторонняя флексия итак такая ситуация будет а с другой стран перехода если некоторое время можно подождать так а вот если положительный флекшн тест был с этой стороны то мы говорим имеется односторонняя односторонняя флексия с правой стороны итак что произошло крестец ушел от вас вперед он стоит несколько туда и если мы с вами создадим ситуацию с внутренней ротацией ноги что произойдет кресток он как бы будет вытягиваться немножко вот если вас все время я учил что в положении на животе пациент должен всегда лежать с опущенными ногами то для этой ситуации наоборот стол здесь нам нужен и нога обязательно эта нога может быть более свободно обязательно максимально зарокировано видите что произойдет ротация бедра приведет к ротации подвздошной кости и как бы вытянет оттуда крестец вот это вот движение крестец будет уже благоприятно находиться в ситуации которая создалась здесь так значит для этого можно сделать несколько таких движений с тракциона с поворота несколько раз и будет самостоятельно сначала 3-5 раз затем вы укладываете неплохо если бы у вас был помощник который зафиксировал так много ну в принципе можно обойтись теперь что мы делаем коллеги мы фиксируем каудальную часть дистальную часть креста нам нужно его что вытянуть вернуть то есть даем вот на эту зону выступающую со стороны диску со стороны креста это как правило можно использовать гипотенов соответственно в этой зоне теперь используется дыхание опять же нет для того чтобы какие то моменты пира мы знаем что в фазе вдох что происходит в фазе происходит экстендер атомическая сакральная слегка креста соответственно в фазе выдоха происходит в легке что нам нужно в какой фазе мы больше будем воздействие оказывать в фазе вдох чтобы помочь кресту выйти из этой ситуации используя давление со стороны дисфункции по центру чуть хуже ближе со стороны дисфункции и так я останавливаюсь в таком положении фиксирую одну руку до состояния явной напряженности крестец уходит куда во флекс я удерживаю его а теперь глубокий вдох вдох и на вдохе я помогаю користо смещаться в соответствующем направлении выдох я удерживаю крестец в этом положении который ДОЙШИТ еще разочек вдох вдох а на вдохе помогаю смещаться выдох я опять удерживаю крестец удерживаю в этом положении которое я должен Можно задержать дыхание, задержать дыхание. И вы почувствуете, как шоколадочка, крикет постепенно, постепенно. И, соответственно, станет в иное, более адекватное положение. Можно, а можно после трех-пяти раз сразу почувствовать. Снова опять диагностика, опять пальпируете. И должна ситуация измениться, иначе техника выполнена не до конца. Еще раз, коллеги, все внимательно смотрят. Алексей Тимович, можно ничего сказать? Можно, да, все руководство. Ну, да, вы зайдите, что-то там. А вот там другой руководитель. Возвращаемся к пальпации базиса и нижнего угла крестца. Если вы встречаетесь с чего-то, как да. Если встречаетесь с чего-то, то есть некоторое вентральное положение. Соответственно, с этой стороны будет плюс. Но угол с этой же стороны будет выстоять дорзально, ближе к вам. Вот та парадоксальная ситуация, о которой мы с вами говорим, что вроде бы она как-то необъяснимо биомеханически. Или сложно нам представить. Так, здесь будет плюс. Соответственно, с противоположной стороны будет минус. И с этой стороны будет положительный флексионный тест. Мы расцениваем, как односторонняя флексия крестца. Для того, чтобы помочь крестец вернуть в исходное нормальное положение, мы создаем окклюзию ноги с целью, с соображением из тех представлений, что при внутренней ротации бедра произойдет некоторая внутренняя ротация в горизонтальной плоскости подвздошной кости. И она поможет вытягиванию крестца из положения односторонней флексии. Логично? Логично. Поэтому мы укладываем пациента на стол, таким образом, чтобы стопа уже не свисала, а находилась на кушенке. При этом можно добавить, чтобы улучшить воздействие в этой зоне, можно добавить несколько таких тракционно-ротационных и интраротационных движений. Тракция с нужной ротацией. Вы потрогайте, поставьте сюда пальчик зелу полу в бородку. Вот так, я подтягиваю и выполняю это воздействие. Подтягиваю и выполняю это воздействие. Ты чувствуешь, да? Очень хорошо. То есть это полезно, что-то дальше. Либо вам поможет не поддерживать ногу в таком положении, либо, может быть, вы сами одной рукой просто более удобно двумя руками. Когда вы одете не одной рукой, это все-таки тогда более активно. Ну и в принципе, я работаю мы все с научательными, с помощником чаще всего, поэтому возможно. Но имейте в виду, что чем лучше оклюзия, тем лучше воздействие. Теперь мы укладываем гипотена руки на крестец, на его дистальную часть, на его периферическую часть, на его поудальную часть, давайте мы говорим, да? Со стороны, ближе к стороне дисфункции. Таким образом, чтобы была у вас возможность сделать кивок его кзади. То есть вернуть его в положение нормально, адекватно или выполнить экстензию анатомически. Первое, пациент делает выдох. Усугубляет, да? Выдох усугубляет. Мы всегда с вами делали, что усугубляли дисфункцию. Теперь медленный глубокий вдох. И во время вдоха вы смещаете крестец в каком положении? В экстензионном направлении. Выдох. Я не пускаю крестец. Поддерживаю, например, крестец. Еще разочек. Вдох. 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 Удерживаю в таком положении. И можно попротиводержать дыхание и подержать некоторое время крестец в этом положении. И вы часто почувствуете определенный объем этого смещения. И при диагностике вы увидите, что ситуация изменилась. В таком направлении. В направлении таком, чтобы была экстензия. Чтобы вы вызывали еще раз. В таком направлении. Неважно, как я вам скажу, как я руку держу. В таком, чтобы вы сами понимали, что вот крестец, вот он и форма укрепляет. Чтобы он у вас выполнял экстензионное движение. Если вы будете, соответственно, давить куда-то сюда, он экстензия будет вплоть. Так он сюда, то уже нам этого не надо. А вот что вы экстензии, вы создали раскрытие щели, благоприятное положение. И теперь добиваетесь экстензии. Вот направление экстензии. Ну а какое подумать, какое там. Я так буду безусловно. Кауда. 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 Все. Быстренько смотрим друг у друга. По тем данным. Вы уже, кстати, смотрели, смотрите в тетрадке. Где у вас зависит от кого. Как вы мальпируете основание. И понимаете, биомеханически все проще. Все проще. Итак, обратная ситуация. Когда, наоборот, мы говорим, да, другой край. Все то же самое, да, только, что все на тест будет другой стороны. Когда будет односторонний экстензионный диспункция креста. Когда крестец будет, скажем, левым краем, если рассматривать нашего предыдущего пациента. Модель, когда будет стоять дар сзади. Да? Дар сзади. И с этой стороны будет положительный экстензионный диспункция. Посмотрите, коллеги. Хоть и дворозонний. Почему? Почему? Все то же самое. Ручка мне еще раз. А мы не будем задействовать. Ну давайте сейчас разберем второй, а потом напишем. Посмотрите. Все то же самое. Все то же самое. Только положительный экстензионный тест. Экстензионный тест другой стороны. Что происходит? Значит, крестец находится, так хочется руку развернуть, она напоминает тогда крестец действительно. Находится в такой поте. То есть вот этот край находится к вам ближе. Находится дарзанин. Дарзанин. Соответственно, этот угол ушел в ней. Ваша задача вернуть крестец в направлении пледа. Для того, чтобы опять попробовать создать положение с ногой какое-то, мы делаем что-то. Посмотрите. Если вы будете наружную ротацию, то поддошная косточка как бы будет затягивать крестец. В положении всех согласны, да? Хоть вы делаете разворот. И пусть будем затягивать его туда вот направление. Все точно так же. Опять вы становитесь со стороны здесь. Укладываете так, чтобы стопа могла находиться на кушетке. Выполняете тракту. Внутренний, сонаружный ротацию, да? Сонаружный ротацию. И опять же, если вы потрогаете пальчиком ворожком, почувствуете, какое мощное воздействие идет. Соответственно, в это время несколько раз, да? Посмотрите. Удерживаем ногу. Теперь наша задача. Поднимаюсь вверху и ставлю руку на крестец. Теперь опять же ставлю с этой стороны. Но только уже на какую часть? На максимальную часть, да? Или краниральную часть креста, чтобы его смещать в направлении креста. Звук его. Вот я ставлю на крестец. Зафиксировал. И теперь пациент делает какую первую фазу? Вдох. Вдох. Когда усугубляет эту дисфункцию. Я ее удерживаю. Теперь расслабляемся. Выдох. И на выдохе я усиливаю клевшую с этой стороны. На выдохе. Обратно. Обратно. Да? Пожалуйста. Вдох. Я удерживаю опять крестец. Видите, как хорошо. И, пожалуйста. Выдох. И на выдохе я усиливаю это вот здесь. Теперь он задерживает дыхание. Я продолжаю вставать здесь в течение нескольких секунд. И опять-таки почувствую очень мягкое смещение. Это смещение небольшое. Оно под рукой очень хорошо принимается. Опять же диагностируете. Смотрите. Сейчас была ситуация вот такая. Она была исходна тогда, да? Тогда была вот такая. То есть у нас там наклон сюда вперед здесь выстояла. А теперь наоборот. Это приподнято, это опущено, скажем, или стоит дальше нейтрально опасно. Ваша задача надавить на крестец так, чтобы что? Он ушел в направлении флексии. Да? Вот так вот фиксировался. Чтобы нужно. Поэтому вы ставите свою руку ближе, соответственно, к суставу на основании с этой стороны, где проблема. Вот я расположил, вторая рука сверху. Да? Первую фазу пациент делает. Вдох. Вдох усиливает дисфункцию. Мы говорим, всегда усиливает, да? И тогда возникает анатомическая экстензия креста. Мы удерживаем это положение. Теперь он делает выдох. И мы своей рукой давим в эту зону, в эту точку, способствуем, что крестец вернется от положения. Но еще нам помогает, соответственно, положение ноги. Видите, мы закручиваем как бы подвесную косточку, втягиваем крестец в исходное какое-то нормальное положение. Окей? А вот. Это максимальное какое-то напряжение в той зоне, которая находится в дисфункции. Да? Напряженность, преднапряжение, как угодно. Правильно? Поэтому любые движения, дыхательные, должны удерживаться. Не отпускать крестец в честь обиде. То есть, вы как отпустили руки, или слабо, нет, все. Ваша биомеханическая ситуация уже будет не такая четкая в плане вот этой зоны, где находится дисфункция. Вы упустили. Все вы везде удерживаете преднапряжение. Но то движение, которое вам нужно, вы за ним более активно там держите, а тут более активно двигаете, чтобы помочь кресту встать в исходное положение. Но всегда преднапряжение. Прерывается. Аксионный. Для коррекции. Клексионный. Есть функция подвздошной кости с одной стороны. Или от двухторонних, да? Лестца. Лестца может быть в детстве? Да, я уже потом начинаю заговорить. Так приятно, что хоть вы слышите о чем-то где-то речь. Крекция, что еще внимания у вас нерасклеяна. Понятно, да? Одноторольно, дисфункции креста. Клексионный фазия. ИПП. 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 На животе. С выдвиненной ногой. С радостями. С тупой. С тупой. Находится на кушетке. Не закушает ты. Как мы чаще всего используем. С тупой на кушетке. Врач стоит у ножного конца пациента, захватывая ногу в области пленостопного сустава с стороны дискомфорта. Для чего нам нужен наклон, коллеги? Для чего нужен наклон? Значит, коллеги, мы с вами говорили неспроста, и вот вы заметили, что мы стараемся так. Все, что говорим в лекции, все вам понадобится в практике. Я подчеркиваю, у какой-то лекции, что движение в кресле и в L5-1 обратно противоположное. Нам нужно создать экстензию кресла, значит, мы должны сделать флексию в L5-1, чтобы ситуация с креслом была обратной. Мы говорим, что пациент делает флексию, крестец уходит в экстензию. Он делает экстензию в L5-1, крестец идет вам легче. Вот для этого нужна такая позиция. Дальше вы фиксируете одной рукой туловище пациента в области грудного отдела. Так, фиксируете крестец, четко ставив свои руки на основание крестца, о, таким образом. И пациент делает первую фазу разгибания туловища. Что происходит с крестом? Усугубление опять же, опять тоже правильно, опять все одинаково. Произойдет усугубление креста в направлении флексии. Только для этого, или тенденция к этому движению, да? Не обязательно прямо такая махровая будет флексия. Но тенденция, безусловно, с учетом знаний для механики произойдет. И так отпустил. Создали напряжение, зафиксировали крестец. Так. Первая фаза. Надавила, разгибай туловище. Разгибай чуть-чуть. Вот так, вот, чтобы я почувствовал здесь у меня под рукой, явно сразу возникло напряжение. Теперь расслабляйся. И эту руку я аккуратненько фиксирую туловище, а здесь четко фиксирую. Не помогаю, сам ничего не делаю. Я буду сам. А вторую руку смещаю крестец медленно в направлении. Направлении экстенни. Эксионный дисконс. Еще разочек надавил. Надавил. Вот, я четко чувствую под рукой воздействие, мощное. Теперь расслабил. Я аккуратненько толще вдеваю, а здесь крестец смещаю. Опять же, не спешите, не давите, не делайте движения. Рука поскользнется, ничего не будет. Чувствуйте, как крестец медленно, постепенно будет занимать длину. И чуть-чуть уходить в экстензионную направленность. Будет занимать экстензионную позицию. Дыхание тоже можно. Дыхание можно, но здесь сложнее. Можно посмотреть, что происходит. Можно делая так дыхание. Сложнее. Потому что, в принципе, когда он делает вдох, что происходит с крестцом? Первая паза. Сразу возникает экстензия, которую нам нужно делать во второй пазе. Нам нужно первым делать напряжение. Что во время вдоха будет происходить? Поднять. Вы знаете, то есть опять получается сложнее с учетом вот этой механики. Поэтому проще все-таки, проще не трогать, не трогать дыхание. Вот тут постарайтесь, уже не учитывать это движение, просто сгибание позвоночника и, соответственно, сгибание. Еще раз повторяю. Наклоняем туловище. Создаем флексионную ситуацию, дабы кресту помочь в речи в экстензии. Поставили аккуратненько руку. Никакой огромной силы здесь не надо. Не думайте, что вы мощно сместили крестец, и он сразу хуже будет. Спокойненько наклоняете так, чтобы был какой-то угол. Наклоняем, чтобы крестец не вертикально был, а все-таки под небольшим наклоном. Вы могли зафиксировать его. На основании четко поставили свою руку. Пожалуйста. Надо ее раздевать. Корректно очень. Средней силы. Расслабим. И аккуратненько я смещаю туловище. Шкаф легче, а приезде прокравленный экстензии. Еще раз. Сам-то чувствуешь, как хорошо идет? Мощно воздействие на крестец. Есть ощущения? Я думаю, что каждый сейчас прочувствует, чем воздействие. Пожалуйста. Вперед. Мы для коррекции двусторонней крессионной дисфункции креста. Мы для коррекции двусторонней крессионной дисфункции. И ПП. Сидя на стуле. Крестец пошел сразу здесь, а здесь на плечи. Вот. И опять же принципы. Везде одинаковые. Теперь врач фиксирует крестец таким образом, опять же, чтобы мог выполнять, какого положения, какую позицию. Следующий, да? Дайте мне пока заносить. Так, то есть так зафиксирует крестец, что вы могли его давить в направлении лекции. Так, если пациент сделает первую фазу вдох, то будет соответствовать усугублению дисфункции? Будет. Будет. Все. Он делает вдох, мы не держим. Вторая фаза выдох. И мы следуем. Дальше, дали на основании. Вот так раз, чтобы на крестец, не на подвздошной кости, как угодно. Прямо будет рука, немножко косо ставить, чтобы центр давления был по центру крестца. Там весь крестец. А можно точно так же расположить? Пожалуйста, вот так же и здесь. Пожалуйста, еще здесь нету, не принципиально. Если там по-другому ничего вы не сможете сделать, только захватить, как угодно. Можно полностью выполнить вот ваш рукавец, как выполняет хорошо форму крестца. И, соответственно, давит вот здесь, на основании, чтобы крестец во второй фазе делал обратное движение той экстензионной дисфункции, которую вы получили. Итак, пожалуйста, поставили. Так, еще раз повторяю. Так, главное, чтобы поставил я косо, но давление у меня будет четко и перпендикулярно. И той зоной, которая будет двигать крестец в направлении клексии. Пожалуйста. Так, как вам будет удобно. Единственное, что вы, опять же, не тянулись, можете поближе положить пациента. И тоже никакие дыхания, ничего нет. Дыхание здесь как раз можно. Опять же, дыхание нужно, оно соответствует. Там была противоположная ситуация, нам не помогало. Поэтому, смотрите, положил, придавил. Пожалуйста, первая фаза вдоха. Противоположно, я фиксирую, не пускаю крестец. Не выдохну. Придохну. Придохну. Я ушел. Идых. Так, иногда полезно с умными пациентами во время выдоха чуть-чуть, как бы, локоточки по теоперациями сильнее, чтобы чуть-чуть усугублялось дисфункцию. Немножко он ополу такое делает, чуть-чуть, как бы, прогибается. Чуть-чуть. Но, опять же, если это ополу, то скажешь, что надавил, поднялся, все, вы тут сорвали. Ну, просто имейте в виду, давайте мы сейчас с вами так вот, сначала встанем ровненько, да? Потом при, соответственно, выдохе, вы чуть-чуть, вот так вот, чуть-чуть, совсем немного. Немного, не надо здесь много. Посмотрите, еще раз очень, потому что многие пациенты с минимальной возговорью, с минимальной возговорью используются, поэтому очень сложно. Так, пожалуйста. Вдох. Я удерживаю. Вы ничего не делаете пока с локтями. Теперь медленный выдох. Выдох и аккуратненько, слегка. Вот, вот, вот. Выдохнул и постойка. Выдохнул, постой, постой. И я усилию, усилию, усилию. Повторяю сразу несколько раз. В третьей фазе прошу задержку, да? Чтобы вы смогли добить и смещать листья в облаке. Окей? Для вас, в первом тайге, они вызывают любви, которая поможет вам исправиться с ответствующей дискуссии. Итак, пожалуйста. Итак, коллеги, мы с вами договорились, что если односторонняя, односторонняя флексия или экстензия, всегда будут что? Разноименные знаки с одной стороны, да? Здесь будет плюс, здесь будет плюс. Если имеется торзия, хоть какая-то, то есть, задняя, передняя, вокруг левого, вокруг левого, правого, вокруг левого, синий, наоборот, то всегда будут что? Знаки одинаковые. Мы это с вами разбирали на лекции. И сейчас мы должны вспомнить это. Единственное, опять же, для нас чрезвычайно важно, у вас это как? Ничего нет? Важно. Где положительные сексионности? Если положительный флексионный тест будет справа, можно сказать, какая это торт, первое, что вы решаете, задняя или передняя. Почему? Потому что основание креста стоит ближе к вам. Всё, первое, что вы решаете, да, чтобы опять же осознать биомеханику. Это задняя торт. Так, если мы представляем, что крестец стал в таком положении, да, здесь видите, у нас задняя торт. Давайте подумаем, вокруг какой он оси может таким образом стать. Вокруг, соответственно, левая синистра, да, здесь у нас с вами две октября, да, вокруг левой оси, да, и что происходит? Вокруг левой оси, ротация в какую сторону? Итак, задняя торт вокруг левой оси, вправо. Не сложно? То есть вы должны это понять. Теперь, как же нам поработать с крестом, чтобы, как же нам, проходите, сейчас я делаю перерыв. Как же нам поработать с крестом, чтобы заставить его вернуться в этом положении? Очень хорошо техника мышечно-фасциального релиза. Итак, у нас эта зона выставить, да? Нам нужно так надавить сюда, чтобы вернуть его в исходное положение. Единственное, что упрощает ваше представление, используя вот эту именно технику, то, что нужно делать мышечно-фасциальный релиз с двух сторон, для баланса. Я еще повторяю, должны быть, если я не помню, специально налезу, и мы будем разбирать на определенных структурах. Вот, посмотрите. Итак, эта часть у нас состоит. Я должен сейчас поставить свой центр таким образом, чтобы я мог на эту зону надавливать и выполнять некоторое скручивание креста. Посмотрите, сдавливаю эти руками, да, сейчас, на минуточку, подождите, и выполняю скручивание креста. Никаких здесь дыхательных движений, никаких, конечно, если бы вы занимались еще уже давно крайне-сакральной терапией, здесь, когда Сергеевна будет вас учить, как у вас, то неплохо было уловить ритм крайне-сакральный. Войти в этот ритм, и тогда получится у вас еще лучший эффект. Ну, как показано в практике, на первом этапе вполне достаточно выполнять эту технику, просто используя постепенное медленное давление на крестец с элементом вот такого свещения. Как бы скручиваю. То есть я давлю больше в зону туда, которая выстоит, и как бы скручиваю крестец в этом положении. И так расслабиться. Опять положите его поближе к себе, чтобы вам было довольно-таки удобно смещать его. Зафиксировал. И обе руки давят больше на правое, соответственно, правое основание. И аккуратно, медленно чувствуете напряженность ткани. Крестца вы аккуратно выполняете давление. Выполняется доразовентральное давление, смещение, и с элементом скручивания. Как бы вы его выводите из этой вот респозиции положение смещения по косой оси. И опять же под руками вы почувствуете на каком-то этапе, как шоколадочку, что крестец аккуратно, аккуратненько смещает. Никаких дыхательных искусств. Пациент просто равномерно дышит. Вы аккуратненько выполняете последовательные давления. Для баланса обязательно, независимо от того, что была ситуация здесь, выстояние этого замка, вы обязательно используете и скручивание в противоположную сторону. Поработали в течение, скажем, двух-трех минут, это вот выполняете релиз. Теперь для баланса вы работаете с другой стороны. Уже просто давите на крестец, уже не давите на эту зону, а просто скручиваете, то вы в этом направлении давили и как бы растягивали вот эту зону в крестово-подвздошном сочленении. Теперь вы просто придавили крестец и работаете в противоположную сторону. Так, пожалуйста, разберите эту ситуацию, но вернемся затем с вами к иной картине. В следующей части мы же можем давить только лишь на настоящее. То есть потом-то для баланса опять же и здесь поработайте, но опять же будете давить на эту сторону, которая вы стоите. Опять ничего сложного нет. Опять, чтобы главное, чтобы эта зона точки, пусть это будет тенок, давили у вас сначала в этом направлении, то есть ставили крестец, помогали ему вернуться в исходное положение и соответственно еще скручили. Потом просто надавили и начали так. Ее пальчик, как плавать у вас там начнет под руками. Вот тогда это будет про то, что вы создали, плюс опять же, диагностика ситуацию адекватно. Понятно? То есть независимо, какая будет здесь функция, ваша задача разобраться, где вы стоите, представить себе эту ось для пущегося. Пущегося, все понимаете. Да, пожалуйста, нарисуйте. Ничего страшного, больные никогда не отказывайте, но не рады, потому что хорошо вставали. Все готово нам, да. Даже больше, чем... И на ликую шашкунька нет. Ясно, да? Все, опять же, здесь у нас проблема, мы даем сюда выравниваем. Это тут сужу. Все, вы сужу, стал, больной, находился всегда. Поэтому давайте первое, что мы сейчас делаем. Друг друга посмотрим активные движения, направления, экстренции и флексии, и леаторофлексии. Оценим вот те критерии, которые на лекции были вам сказаны, и найдите друг у друга, конкретно, я к вам дойду, один какой-то, выберите сегмент, который имеет наибольшее ограничение движения. Наибольшее, или, скажем, болезненное, при пальпации, при смещении этого сегмента. А что, в левом направлении, а видите, все, весь сегмент. Не знаю, вам сейчас неважно, для уточнения, с использованием пассивного движения. Можно укладывать его на правый бок, чтобы ваша правая рука двигалась так удобнее. Вы правши чаще всего. Правая рука смещала позвоночник. Итак, укладывайте пассивно до киллберна, чтобы его бедра скрисали, чтобы у вас была возможность от этого поясничного движения. Вот это выполняет движение. У вас была возможность двигаться, да, я сейчас показываю в руках, будет минимально, чтобы вы понимали, для чего нам нужны бедра. Что происходит в поясничном отделе? Флексия. Происходит флексия поясничного отдела. Да еще, когда вы добавите это рукой одной, то есть второй, да, что вы проходите? Флексия. Значит, пальчики должны фиксировать грубо, то есть жестко фиксировать остистые отростки, чтобы вы действительно смещали, как помните, убегание. Если вы на коже поскорбнули, ничего не помните. А если вы жестко, вы любите, ну так, грубоватая фиксация, она держится, там все, с комбактом кости, да, тогда все будет хорошо. Итак, смотри, для меня удобнее, хотя можно было на эту сторону. А вот для лечения это будет очень важно. Итак, я уложил пациента, здесь, зафиксировал, подошел, наклонил, так, нашел крестец, нашел промежуток первого. Например, если у меня, допустим, здесь бы получилось, к примеру, первый крестцовый и пятый поясничный. То есть L5, L5, L5. Вот я поставил два средних пальчика на соответствующих костную структуру. Посмотрите, что я делаю. Я выполняю плечию, жестко держу. Первый крестцовый и пятый поясничный. Запряжите. Так, вздохная кость двинулась, проще говоря, к голове. Для этого, как вы сказали, с этой стороны. Вот так она пошла. Ну, кость с этой стороны. Будем считать, что с этой стороны. Значит, наша задача ее сместить вниз, то есть калудально. Для этого мы поднимаем слегка ногу, отводим ее наружу. Так, и разворачиваем стопку. Этим мы просто фиксируем стадо, и без фиксации к забедренному суставу. Чтобы действительно вызвать окклюзии какой-то, создать единый конгломерат вместе с воздушным пульсом. Только сильно заводить не надо. Где-то на уровне небольшая, совсем, вот он смотрит, нейтрально, да, вот. Вот небольшая и внутренняя калудра. Все внимательно слушают. Он делает несколько, можно сказать, форсированных вдохов, плывков. То есть он не дышит. Для чего, коллеги? Для этого, для смещения. Какой-то релаксации. Подвздошно-кресоснение. Если вы поставите руки вдох, прекрасно чувствуете, что и работает, и крестец, да. И здесь идет дыхание и напряжение, и соответствующее какое-то расслабление в этой зоне. Так. Ну, а потом он делает в глубокий вдох. Самое важное. В глубокий вдох он делает. Потом делает до середины выдох. И на середине выдоха резко толкает, вернее, выдыхает резко по направлению к животу. Что значит, к животному кладу? С животным. Куда? Подвышно. Подвышно. То есть смещает вот этот воздух, напряжение, толкает вниз к животным, да. К животным вниз. Кошлевой толчет. И в этот момент мы его сделаем. Теперь больная у нас правая сторона. Значит, больного прошу со мной коленочка. Значит, что? Дошли где, чтобы не искать, тут не ковыряться, как вы ковырялись. Так? Пустили, дошли, и потом уже поставили пальчик на середине. У нас на той капелье. Фиксируем здесь. И просим больного вдохнуть и на мою руку нажать. 7 секунд проходит, расслабляется выдох. И я до... Нажимаю здесь напряжение. Да. Снова. Значит, для чего вам нужна первая фаза? Первая фаза, чтобы произвести релаксацию. И потом... Еще раз, все слушают внимательно. Для чего нужна первая фаза в данной ситуации? В данной... Вот исходно у вас так надо. Найдите зону. Добавляем вдох. Жмешь на мою руку. Значит, вдох вам никакой не нужен. Это мы. Мы. Если мы с вами где-то делаем вдох, то только для того, чтобы ли крестец начал двигаться, помогать нам в ту сторону, чтобы до нужны. Или наоборот, исходно, кстати, положим. Расслабляемся. Иду. Следующий момент. Название на кресте. Узовый был. Поэтому вы находитесь в бороздке, но фиксируете что? Кост таза. Кост таза. Кост таза. Кост таза. Кост таза. Вот ваша фиксация. Вы можете чуть-чуть придавить на колено. Если уж вы так хотите, чтобы фиксация была таза, выбрать движение пол. Все четко. Вы нашли барьер, с которым вы начинаете работать. Надавил в этом направлении. Надавил в этом направлении. Напряжение. Это силы. Вот так. Напряжение здесь создать. Теперь, смотрите, расслабился. Расслабился. Я синхронно захватываю эту косточку. И вместе с ногой. Вот. 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 Что я делал. Хорошо. Из этого положения надавил. Захватываю кости. Смещаю ее. Во внутреннюю перевожу. Ротацию. Да? Наружная ротация. И теперь перевожу во внутреннюю. Расслабился. Посмотрите. Синхронно захватил кости. Косточку. Вместе с ногой. Чувствую. Именно, чтобы понимал, что вот-вот-вот-вот. Движение. Слышишь сам, как параллельно. По лунному сочинению будет иметь. Дождь зрения. И лежа будет облинение ноги. Нога, да? Тоже старше. Длиннее будет нога. А стоя, что можно увидеть? Стоя можно увидеть. Какая ситуация будет? Такая же стоя будет или иная? Нет, стоя будет другая ситуация. А именно, слушайте все внимательно. Никаких разговоров, коллеги. Должна вроде как бы короче. Дверь. Дверь. А уйдет кверху. Все на длине. А вы на эту длину ногу встали. Так, наоборот. В другую сторону. И вы определите, что это будет выше. Ну, либо уровень может быть одинаковый. Ну, чаще это будет выше. Понимаете это? Хорошо понимаете? Ну, вчера. Конгруентно, да? Средний этаж. Не вот это движение будет опущение сюда, да? Общение будет. А что будет вся. Значит, как раз этот будет гребень ниже находиться. А если нога длиннее, а если это вместе с ногой, она сюда будет упираться, то тогда он в положении скроли будет выше. Он же будет выше. Как это вы разговариваете? Он же вместе расстояние. Я сейчас поставлю двойку вам. Я сейчас поставлю вам двойку. Вы не хотите... Имеется каудальное смещение. Исходно. Рванул он ногой, и вся косточка, полсантиметра это может быть. Четыре миллиметра это может быть. Но они четко будут заметны, вы согласитесь. Вся нога ушла вниз. И вы такого пациента положите лежа, получится, что нога будет у него длиннее. Но если эта нога длиннее в положении лежа, когда он встанет на эту длинную ногу, то там, естественно, перекочится и будет в положении стоя обратной ситуации. Как тут что-то понимать? Я не знаю, что же в таких элементарном смысле сверху, то, что доктор рассказывал перед этим. Нога будет короче, но лучше. Стоя будет наоборот. Она же сместилась. Так он уже должен опору одинаковую поймать, да? Он же должен одинаково. Что получится, когда она опустится, а в положении лежа, если вы выровняете, ровненько положите тот фиксированный так, тот смещенный вы выровняете, вы получите обратную ситуацию. Все остальные-то поняли хоть это? Ну, это же элементарный. Тогда, мои дорогие, это просто выключилось. Не гатится это, не ношу. В сторону противоположного дисфункции вращается со спиной спины, и пациент своей голени отхватывает талию. Слегка фиксируется, да? Чтобы нога все-таки тяжелая, ветро может быть. Значит, фиксируем большими пальцами обеиху на седалищном углу, а передним вилками фиксируем. Очень хорошо. К этому седалищному углу с двух сторон, да? С двух сторон. Хорошо. Далее просим пациента несколько раз глубоко вдохнуть, при этом чувствуя напряжение в момент вдоха. Зачем здесь? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...